И Христос Воскресе! И Христос Воскресе! Хорошо. Рад вас приветствовать, друзья мои, в мокрой Москве. Подмочили вы свою столичную репутацию, подмочили. Да. Вы не как хозяйка. Ну, заместитель. Ирина Якушева. Нет, Ирина Якушева это редактор, я Валерия Потапова, тот, кто написал заголовки. Хорошо. И редактировал. Вам и микрофон к устам. Да, она извиняется, что не смогла приехать, может быть она подъедет еще там пробки. Преподавательская деятельность. Всем добрый день. Ну, я не знаю, представлять отца Савву или нет, наверное, все уже знают и читали. Но я скажу, да, что с нами сегодня архимандрит Савва Мажука. Насельник Свято-Никольского мужского монастыря в городе Гомеле. И отец Савва вот хотел сначала прочитать вам благодарность. Очень много, очень много писали благодарности вам, да, не только вопросов. Она звучит так. «Спаси Господь, ваши постные письма бодрили, трезвили, подкрепляли и давали уверенности в том, что с Богом все возможно. А великопостное выражение лица «Есть такой грех, спасибо за улыбку». И вот многие люди, которые писали нам благодарность, они отмечали то, что очень важный момент, который они открыли в ваших письмах, это ваш труд просветительский. То есть людям захотелось идти на службы. И тот простой язык, да, с которым вы обращались, был понятен и детям, вот мы читали, и людям любого возраста, любого социального положения пола. Вот. У вас была такая цель изначально привести людей, как-то их просветить, чтобы они пошли на службы? Вряд ли, да? Или вот о чем вы думали, когда вы писали эти письма? Какие у вас были цели? Блестящий вопрос. «О чем я думал? О чем ты думал, когда ты писал эти письма?» На самом деле, если честно признаться, ни о чем не думал. Меня терроризирует периодически редактор ваш Артем Левченко. А поскольку человек из лобохарактерный, да, легко меня уговорить, но с этим я борюсь, да, усиленно. Он меня постоянно мучает письмами, напишите, напишите что-то, и вот всякий раз перед началом Поста, Великого Поста или другого Поста, Петрового Поста, я сейчас предполагаю, что после Троицы он тоже начнет артподготовку, да. Понимаете, я, это может быть прозвучит для некоторых грубо, я заранее прошу прощения, я не читаю православную литературу вообще. Не могу. Понимаете, это читать невозможно. Ну, на мой вкус, конечно. Может быть, есть такие авторы, которые как-то ложатся на сердце, но мы сами себя загнали в какую-то культурную речевую резервацию, понимаете. Наши жанры предопределены. Мы видим круг евангельских чтений, праздников, одни и те же проблемы, собственно, то есть нас и общество совни воспринимает как людей уже взвешенных, то есть математически себя предопределили. И это очень грустно. Да, то есть священник на улице будет реакцию. Я сейчас шел, значит, по случаю поездки в Москву, конечно, что я сделал. Я с первым делом посмотрел погоду. Простите, что я отвлекаюсь. Думаю, вот, пожалуйста, дождь. Надо купить какую-то куртку, потому что с зонтиком ходить, он тяжелый и все такое. Наберусь книжек, ищу зонтик. Купил куртку, оказалось, что длинный рукав. Сразу не посмотрел на нее, ладно, зато там есть капюшон. И я впервые в жизни в капюшоне, понимаете, как капуцин. Иду сейчас по улице, да, и как-то сам себя со стороны рефлексирую. Кроссовки, да, вот у меня. Не видно, да? Ну, показываю. Вот они. Можно еще раз фотограф не успел? Зазачайно. Да, подвязник. Вот эта куртка плюс капюшон. Вот как я выгляжу? Сзади, конечно, меня догоняет пьяненький. У вас тут везде сигнал, я так понял. Да. Догоняет и хватает мне за рукав. Подруга, помоги! Я так понял, что со спины я выгляжу, видимо, как монашка какая-то, да? Он не разглядел, что под капюшоном борода есть. Да, то есть реакция у человека совне, тот самый человек, которому мы несем миссию евангельскую, которому мы несем благовестие Христовой Пасхи, а это и есть суть нашей радости, сердца нашей жизни. Он заранее видит в нас уравнение уже решенное. Мы уже сами себе предсказали и предопределили в стиле поведения, в стиле реакции, одежды и в культурном портрете нашем. Одни и те же сюжеты, образы и так далее. Поэтому, простите, что я так отвлекаюсь, отвечая на этот вопрос, просто находясь внутри этой церковной традиции, особенно богослужебной традиции, ты понимаешь, как это красиво. И то усилие, которое должно совершать каждое, буквально, христианское поколение, это нахождение нового языка, новых тем, новых вопросов. И поэтому так получилось, что родилась у меня идея этих писем. Я сам не думал, что их окажется так много, я думал, просто, чтобы отвязались три письма, напишу. А потом Артем, каждый вечер, так вы сегодня не пришлете? Ладно, напишу. И так получилось, что этот Великий Пост для меня был самым радостным, самое странное. Потому что каждый день я садился и заставлял себе что-то писать. Это очень забавно было, потому что эти письма, это не подготовка какая-то, а вот просто сел и написал. То есть смотришь, что уже нужно срочно высылать. И самое главное для меня было, конечно же, я потом начал как-то рефлексировать, зачем я это пишу. Мне хотелось, знаете, писать себе, 20-летнему. Хотелось написать то, что я бы хотел сам прочесть в 20 лет, чтобы мне кто-то рассказал об этом тогда. Хотя я человек в этом смысле счастливый, потому что к православию я приходил через богослужение, через красоту богослужения. И для меня это до сих пор самое важное. Мне кажется, мы в миссии упускаем, кстати, этот важнейший момент. Есть масса споров, например, о переводе на русский язык богослужения или каких-то миссионерских служб. Мне кажется, это совсем не то. Это не тот путь. Мы ведь сами себя грабим, окрадываем. Я до сих пор помню свою первую сознательную службу, когда я вечером пришел на богослужение и пели. Я даже не знал, что вечером тоже молятся эти православные. Было мне 14 лет, я ко всему относился как критично. Везде видел фальшь, вранье, иллюзию, все ненастоящее, все лицемерие. Но в православии что-то вот какая-то была красота, которая, знаете, стояла скалой перед волнами моей критики. И вот стою себе, стою, поставиваю, ходят, кодят, дымно. Пахнет, правда, приятно. Мне нравилось, как свечи пахнут, ладно? Хмурые такие люди. А потом вдруг запели «Честнейшую хирурю». Я не знаю, как у вас в Москве поют, но у нас все очень просто в Беларуси. Там напевы такие наши. «Честнейшую хирурю и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем». И весь храм запел, понимаете? Я думаю, Боже мой, но я ничего более красивого не слышал. Стал искать, что это за текст такой. Интернета тогда не было, это сейчас все можно найти. В молитвословии нашел «Честнейшую хирурю», потом стал искать, откуда они остальные стишки берут. Это было целое открытие. И прокрался на клирос. Да, подкупом, обманом, да, шантажом. Ну, это я уже шучу, конечно. Просто преследовал регента нашего старого 80-летнего. Его легко было преследовать. Да. И убедил его, что другого пути нету, как меня поставить на клирос. И там уже я развернулся. И все книги были в моем распоряжении. Мне позволяли приходить за два часа до службы. И я, признаюсь, даже прогуливал уроки. Такое было в моей жизни. Не раскаиваюсь. Иногда следует и прогулять. Да, видите, отвлекся. Мы, я не знаю, мы перейдем к вопросам тех, кто пришел. Или, да, вы предлагали поменьше, да, говорить о том? Более 40 вопросов. Но я думаю, нужно уважить героизм тех, кто сегодня под дождем пришел. Такие. И если есть у вас вопросы, товарищи здесь присутствующие, у нас есть микрофон для вас. Да. Если есть вопросы, вытяните руку, а мы вам принесем микрофон. Так. Все, нажав. Ну, я, на самом деле, у меня много вопросов, потому что я читала ваши постные письма. Я присоединилась к вам где-то ближе к концу поста, после середины. Но, в общем, настолько это было точно для меня. Мне 23, вы сказали, что вам было бы интересно и как-то хотелось. Вы писали о том, что вам хотелось бы услышать 20 лет. Вот вы попали. Я рядом с этим возрастным адресатом, поэтому мне кажется, что это получилось. Ну и, наверное, я еще не раз пытаюсь что-то спросить за сегодняшний вечер. Но вот первое, что меня постоянно крутилось в голове, когда я читала ваши письма, ну, или потом возникало, когда уже дочитывала. И сейчас снова я потом вспомнила. Вы сказали о том, что вы часто прогуливали школу, какие-то уроки. Но при этом у вас настолько широкий кругозор, и вы знаете, так много, судя по тому, сколько примеров вы приводите, сколько каких-то ассоциативных рядов выстраивается. очевидно, очень естественно. Как вы к этому пришли? Как вам это удалось? Мне кажется, каждый пишет, как он дышит. Знаете, такая известная фраза есть. И не нужно искать специальных каких-то, может быть, стилей. Каждый человек начинает, если вы пишете что-то, начинает с подражания всегда, а заканчивает обретением своего собственного голоса. Точно так же учит пению, кстати. Почему был в 90-е годы некоторый кризис? У нас, например, в нашем музыкальном училище чуть не закрыли кафедру вокала и хорового пения. Потому что голос свой обрести можно, подражая кому-то. Вот если вы не слышите хороший тенор, вам самому очень сложно найти, если у вас тенор, например, найти свой голос, свой тембр. Вокруг у вас будут баритоны, например, или альты. И вы будете пробовать женскую манеру пения, манеру пения баритоны, и в конце концов скажете, что у вас просто нету голоса. Поэтому нужно находить тех людей, которые, знаете, вас вдохновляют. Потому что я так понял, что вопрос творческий, и вы имеете в виду свои какие-то, может быть, творческие упражнения. Поэтому так и отвечаю. Нужно находить людей, которые вас вдохновляют, которые интонации воспроизводят те, близкие вам, понятные. И начиная с подражания, вы постепенно найдете свой голос. Вот так. А специально сказать, что я себе там как-то ставил или начитывал? Нет, просто я очень много люблю всякого красивого. На самом деле это очень большая проблема лично для меня. Потому что красивых вещей на свете очень много. И мне цыганка сказала, что я проживу сто лет. Поэтому я думаю, многое успею посмотреть, прочитать, услышать, познакомиться. Да. Ближе к 40 годам понимаешь, что самое красивое на свете – это общение с людьми. С людьми, которые сами красивые, умеют вдохновлять на красивые поступки или просто дарить события общению. Поэтому я прошу вас, когда будете задавать вопрос, называйте свои имена. И будем так хотя бы немножко знакомиться. Есть у кого-то еще вопрос? Меня зовут Наталья. Я читала вашу книгу «Апельсиновые святые». К сожалению, больше не читала, но мне она понравилась по-своему. И у меня такой вопрос к вам. Скажите, а где вы черпаете радость? Мне хотелось бы именно ваш ответ услышать на этот вопрос. И если у вас бывает уныние или печаль, как у любого человека, как вы себя вытаскиваете? Каким образом? Спасибо. Я ченпион, да. По унынию. Он тоже работает, просто поближе. Нет, совсем не работает. Ну и хорошо. С чего вы взяли, что я радостный человек? Я вообще не знаю. Я сам удивляюсь. Потому что, наоборот, если посчитать, сколько в году дней таких, я как-нибудь на правомир пришлю небольшое эссе, которое называется «Если нет оснований жить». Я все его пока берегу, дописываю, переписываю. Да, потому что это очень большая проблема. Где черпать радость? На самом деле, правда в том, что радость всегда с нами. Это просто бывают такие обстоятельства жизненные, когда она очень глубоко куда-то прячется, загоняется. Но пока человек жив, он радостен. Основание нашей радости, основание нашего упования – это опыт переживания себя живым человеком. Вот это то, что я для себя нашел. Это основание. Я жив. Это уже само по себе очень хорошо. Это просто очень здорово. И об этом никогда не надо забывать, потому что мы люди, особенно городской культуры, народ ранимый, у нас порог боли иной совсем. Нас легко очень выбить из колеи, потому что мы просто привыкли к комфорту. Потом, знаете, привычка рефлексировать, по всякому поводу задумываться, она тоже вредная. Меньше думаешь, больше живешь. Да, вот как ни странно. Я просто наблюдаю, например, за своей мамой или за бабушками, своими знакомыми. Вот это люди очень простые. Они привыкли к труду, они привыкли к трудностям, потому что там, где труд, там и трудности. И они счастливы уже тем, что просто вот они утром проснулись, есть возможность выбраться на огород, и как будто все хорошо, все живы. Она всем позвонит, например, моя мама, убедиться, что похорона сегодня не будет, скорее всего. Поэтому черпать радость нужно из опыта переживания себя как живым человеком. А этот опыт связан всегда с опытом благодарности. Это уже очень изящные такие вещи. Просто над этим нужно периодически размышлять. Это свой род духовное упражнение. Если его не практиковать, если вы будете гоняться за иллюзиями постоянно, то есть то, что нас мучает, насилует, это, например, призрак успеха, призрак здоровья, призрак красоты. Да, вот у меня знакомая вчера говорит, я толстая, все. Я говорю, ну какая же ты тут толстая? Ты очень даже стройная и веселая, да? Ничего в тебе лишнего нету. В самую пору ты человек. Поэтому принимать себя живым – это очень важно. Принимать свое тело, принимать свое время. Потому что вот те призраки, которыми нас мучает наша современная культура, особенно реклама. Вы смотрите, я сейчас шел сюда, думаю, пойду-ка я выпью кофе, потому что погода сонная, еще засну в трибуне. Огромный капучино мне, значит, принесли. Какой-то Нур-Султан. У вас тут москвичи с такими именами ходят, смешными. Принес здесь вот кафе недалеко. Я его, значит, мужественно пью, это кофе. А на огромном экране показ мод. Как они передвигаются, как спички, ноги, тощие. Лица сердитые, голодные. Очень так жалко их. Прямо вот взял бы и накормил просто. Потому что... И вот это вот призрак. Конечно, по сравнению с такими-то спичками я толстый. И из-за того, что ты осознаваешь, что ты толстый, пойдешь, и еще и больше тортов съешь. Да, от отчаяния. Но это один из призраков. Мы, понимаете, недовольны родителями. Кажется, что родители нам что-то не додали. Друзья у нас не такие. Родина нас тоже как-то подкачала. Школа не та была. Вот у людей там была возможность где-то учиться. Вот у людей были хорошие родители. Вот там была какая-то порода. А я вот такой, сякой. И все у меня не так. Чепуха все это, друзья мои. Просто вот еще один момент. Я сказал, что мы опираемся на опыт жизни. Опыт благодарности. И третий момент. Это опыт смеха. Нужно над собой просто иногда поржать. Именно не посмеяться. А вот просто поржать. Относитесь к себе. Не относитесь к себе серьезно. Не относитесь к своим проблемам серьезно. Преподобный аналитовичник, например, был известный хулиган. Да. И очень хороший педагог. Он, например, говорил, что если одолевают уныние, я пересказываю, конечно, своими словами, ничего страшного, если вы придадите чревогодию. Да. Или лишний часок поспите. То есть, если ничего не помогает, если вы не можете погрузиться в метафизические бездны, переживания себя как живого человека, или же там в экзенциальный опыт переживания себя как человека благодарящего, или же в опыт смеха, постмодернистский, или еще какой-нибудь. То есть, чисто наешьтесь и поспите. И проснетесь счастливым, радостным, солнышко будет светить. И еще очень важный момент, последний, я просто вот основные какие-то моменты, потому что это тема просто очень большого разговора, к сожалению, потому что это эпидемия. Людям, склонным к депрессии, нельзя сбиваться в стаи. Если у вас есть знакомые с проблемами депрессии, старайтесь и карантин соблюдать. То есть, чтобы он вас не заразил, чтобы и вы его не заразили, а когда вы вместе, депрессия начинает резонировать еще сильнее. Об этом Достоевский просто очень пластично написал. То есть, там они друг друга находят как-то эти все, понимаете, мармеладовые и так далее. И очень грустно получается. Если бы по отдельности жили и хорошо питались. А то что, Раскольников проснулся, ему Анастасия принесла спитой чай, и то он отказался пить. Ну, конечно, пойдешь, зарубишь любого человека, не только старуху. Если ты не высыпаешься и питаешься плохо. Что он там в первый день, помните, съел пирожок и стопку водки, опьянил и упал в кусты, проспал несколько часов, проснулся от холода. Ну, что это такое? Ну, конечно же, преступник вырастет из такого образа жизни. Поэтому, еще раз, правильный сон, питание, отдых, смех, благодарность. И, конечно же, просто радуйтесь тому, что вы живы. Не перегружайте себя мыслями, просто радуйтесь тому, что вы живы. Это очень много. Мне, когда друзья звонят, говорят, как ты? Я отвечаю, все еще. Обычно мы так и здороваемся. Они уже знают, что я имею в виду. Потому что посмотрите даже на самый большой наш страх. Страх смерти. Это страх, который свойственен людям именно городской культуры. Люди простые об этом страхе даже не знают. Я, помню, общался с одной старушкой, отпевал ее мамочку, 90-летнюю. И старушка говорит, ну вот скоро я помру. Я говорю, ну, куда вам? Вы же еще молодые. Ну, я так по-белорусски. Я говорю. Он говорит, как это? Я не помру. Что, я хуже всех? Понимаете, как они мыслят иначе? Что я, вот мама умерла, бабушка умерла, а я не помру? Почему такая несправедливость? Совершенно иначе люди. То есть это спокойное, нормальное отношение к вещам. И тут, кстати, задают вопрос о том, как пережить смерть родителей. Вот один из вопросов. Это тоже изъян городской культуры. Потому что в нормальном обществе детей с раннего, как у нас в Беларуси говорят, моленства, приучают к идее о том, что они в свое время похоронят родителей. Они должны досмотреть их старость. Это делает им честь. Они должны достойно похоронить своих родителей. Это неизбежно, это нормально, естественно. И это путь всей земли. Это совершенно нормальная мысль, совершенно нормальная идея. От нее не надо прятаться. Не нужно никаких терапий. Просто, еще раз говорю, что нужно ориентироваться на здоровых людей. А здоровые люди чаще всего это как раз то самое безмолвное большинство, которое не пишет в блогах, которое не издает толстые книги, не спорит на ток-шоу, а просто посели радиску. Как мне мама звонит, радиску-то я посеяла, да. Вот у нее совершилось событие великое. Или замесили пироги, или купили вкусную рыбу. Вот оказывается, эти люди наиболее здоровые. А мы с вами, такие изысканные, читающие кавку на ночь, нам надо периодически оздоравливаться просто общением с этими людьми, учиться их интонации, их отношению к жизни. Я, кстати говоря, это вовсе не склонен к, знаете, к какому-то своего рода расизму, что есть, вот они нормальные. Мы просто друг другу нужны. Мы, люди образованные, начитанные, городские, несем свое служение, свою миссию. Они молчаливые, трудолюбивые, свое, свой труд несут. Мы друг другу нужны. Чему-то они учатся у нас, чему-то мы учимся у них, но мы просто должны это помнить, что никто из нас не лучше и не хуже. Мы просто вместе выживаем как-то. Самое главное помнить, что это приходит, кстати, со временем, с годами, что самое прекрасное ощущение – это то, что ты не самодостаточный. Это так хорошо, когда ты вдруг открываешь, что тебе очень нужны люди. Ты нуждаешься в читателе. Вот писатель нуждается в читателе. А ты нуждаешься в друзьях, ты нуждаешься в людях, которые могут тебя приободрить или же даже посмеяться над тобой. Нуждаешься во врагах. Я иногда своим друзьям на день рождения жилой врагов, потому что достойный враг или конкурент, он держит нас в форме. Это очень полезно, понимаете, для здоровья. Чем опаснее у тебя враг, тем ты будешь в форме. Да, в лучший. Но это мы уклоняемся в другую сторону. Продолжим, да. Вы сравнили город и деревню, и все равно получается, что у горожан больше проблем, и что в деревне все-таки люди более самодостаточные. А что делать с горожанином, у которого депрессия, тревоги, отсутствие труда, редиски и прочее? Вот что ему делать? Вот как Кавка лечил депрессию свою? Он записался в общество огородников, которое… То есть найти огород все-таки? Так, так или нет? Ну, ему помогло, понимаете. Вот есть такой эпизод его биографии. Он записался и там что-то пропалывал. Надолго его не хватило, но он приободрился. Был у него эпизод, когда он все никак с невестой не мог решить, что с ней делать, как расстаться. Писал длинные письма, 20 страниц. Да. Невеста вся мучилась, не могла до конца дочитать. А он каждый день высылал, требовал ответа подробного, с которого понимал, что она не знакомилась подробно с тезисами. Ужас просто. Его спасал огород, да. То есть, ну, еще раз, не еще раз, а важный момент, который я должен сразу подчеркнуть, относительно вопросов бывших и будущих. Понимаете, в речи священника всегда есть предел слова. То есть мы говорим о общем каком-то случае. И когда он перетекает планов частный, то есть в историю конкретного человека, тут уже молчание. Тут нужно говорить с глазу на глаз. Поэтому я не могу всего сказать, и я, конечно же, говорю очень общо. У каждого человека есть своя болевая точка и свой изъян, который, если чуть-чуть подправить, сразу вдруг все устанавливается на свои места. Но для этого нужно беседовать лично. Просто очень много вопросов про радость именно вам пришло. Люди чувствуют, что вы можете ответить на эти вопросы. Поэтому просто буквально каждый пятый вопрос, как радоваться. Ну и было еще, знаете, какой, сомневались ли вы в Боге и вот что вы делали? Вот с этим плохо все. Потому что в Боге я никогда не сомневался. Поэтому мне не совсем понятно. У меня есть друзья, которые через это прошли. У меня есть приятель, который даже оставил священный сан. Священник очень хороший, который прослужил много лет. Почти 20 лет он прослужил. И в конце концов оставил сан. Заявив там через свой живой журнал и через Фейсбук о том, что он теперь в Бога не верит, и он уходит, и так далее. Я думаю, что там, конечно, дело не в сомнении было. Но у меня был другой опыт совсем иного порядка. Это обида на Бога. Вот это со мной бывает. Можете подробнее рассказать? Обижаюсь. А в каких случаях это происходит? Ой, ну в разных. Вот недавно меня очень сильно обидели. Прямо на третий день после Пасхи. Я несколько дней никак не мог в себя прийти. Очень расстроился. Да. И я так все думаю, вот, Господи, вот это, вот это. А еще вот, вот 15 лет назад, в четверг тоже было такое, да. Начинаешь все это вспоминать. А тут бессонница. Если вдруг вспомнишь все обиды. Да. Но я к этому отношусь с юмором. Потому что я уже знаю, как это протекает. И я просто в себе, мол... Знаете, у Блаженного Иеронима, в его аскетике есть такой принцип на Есса Перепилов. Блаженный Иероним, это, пожалуй, единственный автор раннего средневековья, который писал о воспитании детей. Христианском воспитании детей. Вот ему... К ним обращаются кто-то с доверчивым советом, качественным. Как воспитать девочку? И он отвечает, как девочек воспитывать в христианской вере. Говорит, что девочки склонны к всяким, знаете, персням, колечкам, сережкам, прическам, платьишкам и так далее. Это у них есть. Запрещать, он говорит, не надо. Пусть она наестся перепилов. Вот этот принцип наестся перепилов, он, знаете, иногда работает. Когда другие механизмы не срабатывают, аскетические, нужно просто наестся перепилов иногда. Не везде это действует, опять же. Например, в борьбе с пьянством ни в коем случае. О чем я говорю? Наверняка вы вспомнили библейскую аллюзию к сюжету о книге «Исход», когда вышли евреи из Египта. И каждый день манно, понимаете? У вас тут тоже понастроили вегетарианских всяких кафе. Дорогие такие. Я когда зашел в прошлый раз съесть свекольный суп, крем. Крем-суп, думаю, ну надо же съесть. Это же интересно. Крем-суп горячий, я с холода. Как они мне сказали, сколько он стоит? Ужас. Поэтому вегетарианцем я, наверное, не буду. Да, очень дорого в Москве быть вегетарианцем. Израильтяне, знаете, манно каждый день. Ну сколько можно? И они, Моисею, прямой вопрос. Где мясо? Что такое? У нас там было питание очень хорошее. Конечно, тяжелый труд, но мы ели хорошо. Правильное питание, мясо, котлы с чесноком, мясом. Поэтому сила была. Моисей обиделся тоже. Видите, Моисей тоже обижался, и на Бога в том числе. Он, помните, им говорит, что тебе за народ дал? Вот что это? Что это за люди такие? Да. И вспомнил, знаете, Марк Аврелий, по-моему, да? Говорил. Нет, не Марк Аврелий. Кто-то из римских императоров, когда путешествовал через Палестину, восклицал, о квады, о маркоманы, наконец-то я нашел народ хуже вас. Вот это говорили. Но я за евреев горой, потому что Гомель – еврейский город. Так что они наши родные все, свои. Вот. Взбунтовались. Моисей пошел, просит, Господи, дай им мясо. Потому что невозможно. Замучили. Нагнал южный ветер перепелов, поубивал, знаете, от песок пустынный. Они уже наелись до отвала этих перепелов. Но зато многие от объедения там и умерли. Сытыми. Да. Вот о чем говорит блаженный раненый. То есть наесться перепелов – это значит просто переждать, пройти вот эту стремнину. Может быть, даже не сопротивляюсь. Если есть обидчивость какая-то, не нужно себя. Знаете, у нас в православных бывают такие математики, которые требуют вот… Апостол Павел сказал до захода солнца попросить прощения. Точка. Попросили, поцеловались, а потом годы еще вспоминают. О, пошел, да? Простил он меня. И я же его простил тоже. Нет, пусть обида, она, знаете, настоится, выболится, пусть уйдет. Это относительно и Бога, и близких людей. Потому что мы же всего лишь люди. Не надо от себя требовать чего-то естественного. В семье без обиды тоже невозможно. А Бога мы называем отцом. Он наш папка. Мы же обижаемся иногда и на маму, и на папу. Но мы знаем точно, обижаясь, что это все равно пройдет. Поэтому не нужно заострять на этом внимание, превращать это в какую-то метафизическую проблему, писать по этому поводу очередной том в философском наследии. Нет, достаточно просто наездца перепелов, и все будет хорошо. Давайте еще один вопрос с этим связанный задам и передам уже микрофон. По поводу типикона, ваше письмо, оно было, наверное, прямо вот самое читаемое. Там были такие вот уже установки и слоганы. «Быть православным не значит быть виноватым», точка. «Поститься не означает стать заложником совести», точка. «Пост — это честь быть причастным всецерковному подвигу» и так далее. И дальше вы просто разрушили все устои, предложили богословам написать новый типикон, сказали о том, что вот это все нам, в общем-то, не под силу и так далее. Вот хотелось бы вашего мнения по этому поводу. Как должен выглядеть типикон для мирян тогда? Вы бы что там написали? Это из-за разряда «когда я стану патриархом»? Можем подумать. На самом деле большая проблема, очень большая. И я бы здесь все-таки предостерег от неправильного понимания этой проблемы и неправильных карикатурных каких-то шаржированных шагов высказываний, выходов. Это очень деликатная тема. Дело в том, что я вовсе никакой не разрушительный революционер. Говорю там вещи достаточно взвешенные и вовсе не бунтарские на самом деле. Просто многие восприняли так читателя. Восприняли почему? Потому что тема на самом деле очень больная. Есть еще такая книга жуткая. Те из вас, кто причастен к Клиросу, знают ее. Называется «Богослужебные указания». Там 2017 год сейчас. Она с каждым годом все толще, толще, толще становится. Например, появилось несколько лет назад такое уродство. Таблица вычитки Евангелий Великим постом. И в некоторых храмах Евангелие вычитывают. Вот это один из эпизодов нездорового восприятия устава типикона. Я там говорил о том, что типикон, то есть книга, по которой мы выстраиваем свое богослужение, она является в определенном смысле даже недоразумением. Потому что дисциплинарные правила написаны для монахов мужского монастыря. Причем не конкретного, а абстрактного. Вот мы с вами смотрим на западное монашество и говорим, что они нашли очень удачный путь реализации творческих усилий или одаренности конкретных людей. То есть там есть орденская система. Есть люди, которые занимаются благотворительностью. Есть люди, которые занимаются миссионерством. Орденов очень много. Дело в том, что это не изобретение Запада. На Востоке, в раннем Средневековье, каждый монастырь был орденом. Православное монашество тоже с орденской системой своего рода. Только там не были ордена, знаете, такой жесткой организации с уставами, с юридическими предписаниями. Просто каждый монастырь был орденом. И у каждого монастыря был свой устав, в том числе и богослужебный. Это очень красиво на самом деле. Я за многообразие служб, богослужений. Вот у нас сейчас была Радоница. В календаре у нас записан этот праздник, но в богослужении у нас ничего нет. В Типиконе вы не найдете ни пассии, ни устава пассии, ни Радоницы. Этого ничего нет. Но однако мы ведь живем в этом. Мы все празднуем Радоницу, и патриарх служит где-то. Есть даже устав такой рукописный, панихиды, которые служатся на Радоницу. Мы, например, служим по уставу Турас-Сергалавры, опять же, ненормированному. Просто вот они так сами для себя решили и служат эту панихиду. Но это никак не установлено. То есть необходимо какое-то творческое усилие, чтобы это преодолеть. Усилие богословов. А у богословов они заводятся только тогда, когда есть заказ церкви. Заказ церкви формулируют епископы. Вот епископы, они, в общем-то, у них контрольный пакет акций на все эти проблемы. У нас в церкви так устроено все, что инициировать что бы то ни было могут только епископы. Никак не народ, никак не священники. К сожалению, так. Вы инициировали все-таки какой-то конкретный пример. Можете привести, с чем вы постоянно сталкиваетесь или с чем к вам? Смотрите, у нас есть прекрасный опыт. Православная энциклопедия называется. Поставлена была задача святейшим патриархом Алексеем II издать православную энциклопедию. Совершенно космическая задача. Немыслимая. То есть у нас же ведь разрушено было богословское образование, богословская наука. Где взять кадры, где взять специалистов, которые бы такое написали на таком уровне. Мы сейчас листаем эти томики православной энциклопедии и понимаем, что это уровень просто очень высокий. То есть в процессе освоения задачи появились и специалисты. Если бы я был патриархом, я бы собрал некую комиссию. Желательно не из профессиональных, может быть, богословов даже. А просто из людей взволнованных. Может быть, какие-то конференции провести. Во-первых, для того, чтобы ставить эту задачу, нужно поменять формат общения в церкви. Понимаете, тут я опять же отшагиваю в сторону. У нас нету... То, с чего я начал разговор, это проблема речи. Она центральная сейчас в церкви. Центральная во многих смыслах. То есть у нас нету общения, например, иерархии с простым народом, иерархии с духовенством. Мы усвоили себе интонацию триумфа, но у нас пока нету интонации проблемы. То есть мы не можем честно признаться, например, в каких-то вещах. Смотрите, огромная проблема. Я как человек заинтересованный. Люди уходят из монастырей. Вот тот священник, которому говорил, это иерманах. Он потом женился, у него сейчас родился ребенок. Это огромная проблема. Если она есть, значит, нужно как-то решать. Решать надо профессионально и на общесерковном уровне. А для этого нужно признаться, что такая проблема есть. А не репортовать всякий раз, что у нас уже 600 монастырей. У нас уже... Мы с дедушкой ходили на демонстрацию в детстве. Идем мы, значит, везли транспарант. И я помню, еще даже цеплялся. Меня вместе с транспарантом везли на колесиках такой. И по улице, по центральной, кто-то говорил где-то там за кадром. Впереди колонна работников Гомсельмаша. В этом году они перевыполнены ли план на 5 процентов? Ура, товарищи! Вот у нас в церкви нечто подобное, да? Сейчас мы отчеты подаем в патриархию. И там пишут, что нужно указать, сколько там мужчин стало ходить в церковь. Из них студентов, из них еще что-то. И вот мы скоро будем идти на демонстрации. И впереди будут говорить, в этом году Никольский монастырь покрестил на 3% больше людей, чем в прошлом году. Ура, товарищи! То есть интонация триумфа у нас присутствует. Без нее нельзя, это нормально. В любом обществе. Но она должна уравновешиваться интонацией проблемы. То есть мы должны честно себе признаваться. Качество приходской жизни низкое. Взаимоотношения епископов и священников на уровне крепостных. Это я вам Америку не открываю. Это именно так. Взаимоотношения бывают на приходе. Очень низкое. Ситуация внутри в монастырях. Очень сложная. Это отдельная тема для разговора. Я даже как-то писал что-то по этому поводу на правом мир. И из этой же сетки проблем и проблема богослужения. Понимаете? Она имеет несколько этажей. Психологическую, например. Вот тот самый комплекс вечно виноватого человека. То есть я не могу все вычитать. Я не могу все выпустить. И значит я по определению вечно виноватый. А виноватый человек, он не способен к творчеству. Это парализованный человек. И как мы можем делиться радостью? Как мы можем мир охристовлять, оцерковлять, приобщать церкви? Если я сам себя в зеркале боюсь, извините. А на меня люди смотрят. Я говорю, Христос воскресе. Опять. Каждый год он так. Куда это годится. Поэтому с уставом именно так. То есть нужно сначала признать проблему. Это первый момент. Проблема есть. Наше богослужение. Понимаете? А мы купаемся в море вот таких фраз, которые вы все слышали. Нигде не молится так, как в России. Ну что за чепуха? Разве можно... Ну что это за фраза такая? Нигде не молится, как в России. А что это? О чем это вообще сказано? А потому что вот у нас была такая Дуся в монастыре. Прихожанка старая такая, ноги колесом, седая. Очень много трудилось. И мы, значит, решили... Никогда она за всю жизнь из Гомеля никуда не выезжала. А тут у нас нарядили автобус. Один из первых автобусов, паломнический, второй церкви Лавру. Дусю туда угнездили, значит, торжественно. Надавали ей булок всяких, чтобы она не скучала. И отправили с народом. Ей хорошо, весело там. У все свои бабы. Пришли в турист с Эрголавру. И когда она вернулась, я говорю, ну Дуся как там? Она говорит, вот там вот служба, от и до. Не то, что у нас. По-белорусски вот простые люди говорят, не служба, а отправа. Отправа, от и до. Я говорю, а куда ты ходила? А куда баба, туда и я. Перекрестным допросом выяснилось, что она не попала в центральный собор. А бабы все пошли налево. Там есть церковь. И куда? Долги поднимались, ноги все заболели, поднялись. А там людей. А батюшка читает, читает. Тады пырская, пырская. Тады кодить, кодить. Дымо, ой. Тады читает. Тады знову пырская. Отмолилась, от и до. Ноги болят, спину ломить. Вот это молитва. Не то, что у нас. Два часы там про... Еле дошла до автобуса. Я говорю, Дуся, так это же ты не на службе была, а где была. Я говорю, ты же на вычетке была. Понимаешь? Вот главное, что вот, от и до. Ноги болят, значит православие. Понимаете? Спину ломит, значит полное спасение. Вот. А оказаться в самом богослужении, в его... Понимаете? Это и есть церковление. Когда ты погружаешься в эту стихию богослужения. Когда ты поешь вместе со всей церковью. Я как раз еще помню, когда у нас старые прихожане были, такие верные, те, из тех времен еще, все пели. Вся церковь пела. Потом, когда была волна, очень много людей пришло в 90-е годы, мало церковных людей, церковь замолчала. Сейчас мы снова это возрождаем. У нас, например, ранние литургии поют весь народ. Многие люди ради этого приходят, чтобы попеть. Потому что это и есть твое участие в церковной жизни. Не зеленые... Мне так смешно у вас тут... Я не знаю, у нас такого нету, но у вас в России так смешно смотреть. Волонтеры у вас, вот майки такие. Понадевают. Зачем это? Я не знаю. Может быть, это нужно, конечно? Вот активность православная. То есть уйдут, крестный ход, они со всех сторон окружают. Зачем? Разве в этом и есть? Вот если бы они пели всем храмом, если бы, например, некому часы читать, и я сказал, братья, идите кто-нибудь часы почитайте. И каждый мужчина, каждый был способен подойти и прочесть часы. И понимал, что там читается. И все бы знали, что это Херувимскую мы сейчас поем. Это милость мира. И самое главное, вот, кстати, вы спросили, что нужно сделать. Во-первых, нужно разделить монашеский устав богослужебный от мирского, приходского. А следующий шаг нужно разделить внутри вот этого приходского устава, разделить устав, где соблюдается весь цикл суточный, седмичный, от устава, что ли, по Аказии, то есть богослужение в тех храмах, где нету этого суточного цикла. Потому что происходят нелепые вещи совершенно. Нужно там вычитать часы какие-то и так далее, потому что это уже утрене. Никто не понимает, почему утрене, никто не понимает, зачем эти часы. Там, в тех храмах, например, где нету, не соблюдается вот этот седмичный круг, цикл, там достаточно было обойтись просто вот рядовым простым богослужением с минимальным набором молитв, с минимальным набором текстов. Не нужно всего вычитывать. У Салтыкова-Щедрина есть, как же называется книга, по-моему, «Пашихонская старина», если не ошибаюсь. Вот его автобиографические записки, где он говорит о том, что каждый год у них под какой-то праздник служили всеночную в усадьбе с акафистом. Это середина XIX века всеночная с акафистом длилась около часа. То есть они не вычитывали там вот этих миней, актоихов. То есть это была простая очень служба. Я даже могу вам рассказать, как бы это я сделал, если бы я писал этот устав. Но мы в монастыре таким подпольным творчеством занимаемся в том смысле, что у нас, например, есть детская литургия. Она очень короткая. Мы не читаем часы на ней. То есть у нас кто-то из детей читает псевдопсалом просто. Вот кто подготовился, тот читает. Дети читают апостол, конечно, на русском языке. Вот я считаю, что Писание нужно читать непременно на русском языке. И в монастыре мы по Римии все читаем только на русском, потому что они непонятны даже священнику опытному. Вот. Потом мы опускаем ектении, проситель, например. У нас открыты царские врата. Вот я считаю, вот первое, что я сделал, когда стану патриархом, голосуйте за меня. Нужно непременно ввести правило в начале любого богослужения, литургии или вечерней службы. Любое богослужение общее должно начинаться с открытия дверей алтаря. Закончилась служба, их нужно закрыть или можно закрыть. Они должны быть открыты. Потому что вот это как раз и смещает, знаете, зону активности на клириков, на клирос и на священника. А все остальные как бы вот пришли подсмотреть, что вы там делаете. Это неправильно. В церкви не должно быть посторонних. Все должны участвовать. Поэтому я считаю, что и все ночные должны быть максимально певучие. То есть минимум чтения. Вот у нас читают кофизмы. Знаете, у меня одна монашка говорила, кофизмы-то сокращаете? Говорю, да, сокращаем. После профессионального «Гореть вам в аду» она сказала, что старцы сказали, старцы по 100 годов, что прожили, что отступление произойдет. Значит, антихрист придет, когда начнут на словах сокращать псалтирь. Понимаете? Вот такие формулы, они нормального православного человека выбивают из седла сразу просто. Вот что на это сказать? Ну да, вот уже все. Да. Но если мы внимательно почитаем, как служили раньше, ведь существовал устав песенных последований, то есть в древности, это где-то века до 14-15-го, не было монашеского богослужения в приходских храмах. Его просто не было. Просто монахи очень конкурентоспособны. Вот почему священники белого духовенства носят длинные волосы? Чтобы быть похожим на монахов. Потому что монах с загадочным лицом, с длинными волосами, откуда-то издалека, он всегда к себе больше внимания перетянет. Он конкурировать с таким типом, который... А схимник вы видели когда-нибудь? В черепах, куклу склан такой. Очень страшно. Дети боятся. У нас схимник есть один в монастыре, но он такой юморист тоже, он знает все эти вещи. Он схиму редко одевает. Да. Но он как-то... Я приехал в Москву, помню, как-то, и закупился книг. Гуляю на все, да. А тут и наш схимник заехал забрать эти сумки неподъемные. Я как раз остановился на одном приходе, на Петровско-Разумовской, да. Приехал схимник, зашел, где твои там сумки, и местные узнали, что это схимник. Боже! Позвонили всех. Наташа, бросай все. У нас тут схимник на приходе. Его атаковали со всех сторон, да. Благословения, там, записки. Все ловили слова прозорливость какую-то, значит, выведывали. Да. Именно поэтому приходское богослужение было вытеснено со временем. Оно просто не могло конкурировать с загадочным, таким дремучим, аскетичным монашеским богослужением. А до этого существовал устав песенных последований, который предполагал максимальное пение. То есть вместо кофизма, например, на всеночном бдении, мы могли бы все вместе спеть простым напевом псалом, например, какой-то. А потом начинать полилить. Тоже все вместе. Простым пением. Не надо ничего выдумывать. Хотя, конечно, я большой любитель портесного пения, потому что я сам 20 лет регентовал и очень люблю это все. Но ни с чем не сравнимо богослужение, которое поет весь храм. Вот у нас сейчас дети привыкли. То есть это не совсем детская литургия, это литургия, которую поет вся семья. И сейчас они поют все. И дети поют, и родители. И у нас в Беларуси говорят, и как спели, так и послухали. То есть поющим нравилось. Попали, не попали. Поем и поем. И всем весело. Главное, шумно. Да, потому что человеку нужно накричаться где-то, отвыться. Почему мы гремим антресолями на Пасху? На колокольни лазим. Это правильно. И молитва, она как раз с этого и начинается. Понимаете, не у всех есть этот ресурс, эта предрасположенность к умной молитве, к молитве сердечной. Кому-то просто нужно покричать, попеть. Вот он так помолится. Вот я, например, я хоть люблю уединение, но если я молюсь, я предпочитаю попеть. Вот недавно мы с друзьями собрались, Акафис Блаженной Ксении. Периодически, почти каждую неделю собираемся. И орём на всю церковь, поём Блаженной Ксении. У кого есть слуха, у кого нету. Зато мы Блаженной Ксении помолились. И всем хорошо, все утешились. Я думаю, и Блаженной Ксении порадовалась. Да. Так что это из серии, когда я стану патриархом. Голосуйте. Давайте вопросами проголосуем сейчас. Добрый день, отец Савва. Меня зовут Света. Хочу узнать ваше мнение по поводу очень, мне кажется, серьёзного вопроса в современном православии, а именно количество причащающихся людей. Потому что по статистике у нас огромный процент православных людей. Но когда начинаешь в приватной беседе спрашивать, вот люди к причастию ходят, выясняется, что нет, я не хожу. А почему? Тысячи причин. Люди не ходят к причастию. Люди крещённые, называющие себя христианами. Потом уже вот так вот, крепко взявшись за грудки, вытрясешь. Не могу взять в рот общую ложку. Мамы молодых, молодые начинают задавать вопрос, можно я приду с пластиковой? Ей говорят, нельзя. Куда мне деться? Я принесу ребёнка, он взял ложечку, он потом болел ангиной, или у него вышел герпес на губе, это грудничок. Я услышала, что существуют какие-то уже очень продвинутые батюшки, которые говорят, запрокинь голову, открой пошире рот, я волью тебе причастие так, чтобы, ну, понятно, никто не касался губа. Вот. Получается, действительно, в наши дни, когда люди прекрасно понимают, что такой вирус и бактерии, инфекции, особенно родители, не могут принести своего ребёнка в храм, в семьях начинаются разговоры. И это вопрос веры. Ты боишься инфекцией? Значит, ты не веришь. У людей проблемы очень серьёзные, они переживают по этому поводу. Хотелось бы знать ваше мнение. Спасибо. Светлана. Ну, это вот городские проблемы. Чисто городские. По поводу продвинутых батюшек, по-моему, это, конечно, анекдот, честное слово. Товарищи, попроще ко всему относитесь. Какие там герпесы, там, что вы выдумываете? Проблема не в этом. Ко мне подходили тоже люди с этим вопросом, но внимательно очень слушая их, общаясь неоднократно. Я понял, что все эти проблемы с ложечками – это только предлог. Основная проблема с причастием у нас связана с исповедью. Я считаю, именно с исповедью. Почему? Потому что у нас наша современная русская традиция, мне кажется, она уже себя исчерпала. Традиция непременно связывать исповедь с причастием. В Греции они пошли другим путем. Эти два таинства у них разнесены и во времени, и в пространстве. Кроме того, есть священники, у которых есть, что ли, лицензия на исповедь, а большинство священников такого права не имеют. И это очень правильно. Почему? Потому что для меня, например, это самое тяжелое из послушаний в монастыре – это исповедовать людей. Это довольно тяжело для священника. А если вам 19 лет? Вот меня рукоположили в 19 лет. Это безобразие. Просто безобразие. Но у нас и сейчас рукополагают. По канонам священника нужно рукополагать только после 30 лет. Но даже 30-летний священник, который идет на исповедь, он не готов к этому. Я считаю, что мы должны каким-то образом, очень мягко и осторожно, не революционным уж точно путем, у нас такую традицию тоже ввести. То есть должны быть исповедники, то есть священники опытные, опытные духовники, которые не сами по себе должны существовать, а может быть какой-то должен быть орден, что ли, организация этих священников, чтобы они собирали конференции, обменивались опытом, что ли, сверяли часы. Потому что, вы знаете, священник иногда имеет такой соблазн стать папой римским на приходе. Особенно если у него приступ благочестия, он может такое насоветовать, что это очень бывает грустно. Я с этим неоднократно сталкивался. Да, поэтому мне кажется, проблема... Вот это один из моментов. Второй момент, это, конечно, наша предельная открытость. У нас размыты границы церкви. Мы чаще всего говорим о границах церкви, когда имеем в виду коммуникацию, например, с католиками, протестантами и так далее. Проблема границ церкви сейчас связана не с инославными, а с теми людьми, которые номинально считают себя православными, на самом деле к церкви не принадлежат. Принадлежат каким-то таинственным образом. Вот на Пасху я освящал куличи, и масса людей, которых я никогда в церкви не видел. Я иду, освящаю, и думаю, вот кто эти люди, кто они. Вы знаете, в Норвегии я слышал, они пошли таким путем, провели регистрацию через интернет всех членов церкви, всех прихожан. И через интернет они перечисляют как-то пожертвования. Выяснилось, что верующих в Норвегии гораздо меньше, чем декларировалось. Но норвежские епископы сказали, что мы этому рады. Знаете, чему нас учил Владимир Ильич Ленин? Лучше, меньше, да лучше. Но тут есть тоже свой крен, потому что мы можем превращаться в какое-то, знаете, эзотерическое общество. Но какое-то найти правильное, знаете, решение, через диалог, через общение, хотя бы проговорение этой проблемы. Но можно, я думаю, его найти. Но опять же, человек, который начинает этот диалог с ложечки, это чаще всего люди, которые в церкви практически не бывали. Вот у меня, например, приятельница, она врач сама. Вот она читала книги толстые всякие, христианские. Сказала, батюшка, я все приветствую, поддерживаю, причаться не буду, даже не думайте. Это все, я знаю, там микрофлоры, микрофауна и так далее. Я говорю, да ладно, это же свободная страна, пожалуйста, не причайтесь, ну, приходите, когда вам удобно. И она просто стала ходить на службу. А потом незаметно как-то раз и причастилась. Тут вопрос, опять же, в оцерковлении мы очень часто, знаете, в наше время духовность мы сводим к информации, к передаче информации. А это не так. Это только маленький аспект. В оцерковлении чаще все происходит как раз через погружение, бессознательное даже, в эту стихию богослужения. Как это было вот со мной. Я, может быть, на второй или третий год своего пребывания в церкви узнал, что, оказывается, Христос – это Бог. Я не в курсе был и очень удивился. Я думал, ну, он Сын Божий. То есть спроси меня тогда, как я верую, ну, наверное, очень бы удивились. Что ты здесь делаешь, сказали. Ну, вот я как-то прибился к этому кораблю. И оказалось, что это, ну, верный очень путь. Поэтому мы, миссионерский ресурс богослужения, мы недооцениваем все-таки. И участие в богослужении. Поэтому я вижу тут вот две основных вихи, хотя их гораздо больше связаны с причастием. На Пасху, например, у нас в монастыре, на Пасху и на Рождество действует такое правило. Причащаются без исповеди все те люди, которые исповедовались Великим постом. Где они исповедовались, как они исповедовались, у кого, мы никого не спрашиваем. Причащаются все. У кого есть вопросы по этому поводу, прочитайте внимательно огласительное слово Иоанна Слатоуства. Он, собственно, об этом там все и говорит. Ну, такое ощущение, что это сейчас вообще общая практика. Ну, во всех храмах. В большинстве храмов это есть. Нет? К сожалению, нет. Я сталкиваюсь... Ну, я не знаю, как у вас тут в Москве. У нас все очень по-разному. Больше людей, таких священников, с охранительными тенденциями. То есть, наоборот, чего вы причащаете, зачем вы причащаете. Я вот такое встречаю. А вот, отец, по поводу исповеди. Вы затронули вопрос исповеди от нашего читателя. Уже много лет во время покаяния не могу раскаяться в некоторых грехах, которые, как я знаю, обескуражат священника. Я, по словам священника, являюсь порядочным прихожанином. То есть, человек боится расстроить батюшку и что-то ему не говорит. Вот что ему делать? Он спрашивает, не пойти ли покаяться куда-нибудь в деревенский храм. В классических наших, да, лексиконах православных прозвучала бы фраза о бесстыжей исповеди. Я не сторонник этого. Вот, как человек, который 22 года людей исповедует, я в своем развитии, да, или деградации, я еще не знаю, что это было. Да, я пришел к тому, что должна быть на исповеди определенная деликатность. Нужно все-таки знать, кому ты говоришь. Не всякому священнику, может быть, следует сказать. Почувствовать, понимает ли тебя этот человек. Что ему можно сказать? И он уже ни в коем случае не бесстыдствует на исповеди. Вот Иоанн Лесович говорил о том, что даже в исповедании грехов нужно бояться не стать самому себе наветником. То есть деликатность, даже в нарицании греха, она должна присутствовать. Не нужно пускаться там в какие-то подробности. Это совершенно не нужно. Опять же, вот мы сталкиваемся здесь с проблемой предела слова. То есть это все очень частные разговоры. Очень частные. Лучше всего найти священника, который, как вам кажется, вас поймет, единодушного вам, и с ним, может быть, откровенно даже поговорить, не обязательно исповедоваться. Или пойти к нему на исповедь. Пусть это даже батюшка не с вашего прихода. Ничего в этом страшного нет. Это вещи, знаете, такие диалектические. Нельзя раз и навсегда очиститься. Вот эту иллюзию нужно отбросить. Что вот у нас отношение к исповеди такое бухгалтерское. То есть я вот все очистил, все, вопросы все закрыты. Можно теперь спокойно уже к чему-то приступать. Ничего подобного. До конца мы никогда не очистимся. Хотя потому, что мы в определенном смысле слепы или страдаем каким-то таким духовным дальтонизмом. Много чего о себе даже не подозреваем. Поэтому пока жив, нужно искать, наблюдать за собой. И если повезет найти такого человека и такого священника, которому вы в состоянии об этом рассказать, вы это почувствуете. Некоторые единодушия, согласия, сердец. Тогда исповедуйте. Потому что можно пораниться. Я таких историй массу знаю. Есть священники, которым я бы, например, никогда не позволял исповедовать людей. И они, может быть, сами бы и не хотели. Вот опять же мы к той самой проблеме, к которой, мне кажется, мы рано или поздно придем. Мы магически относимся к исповеди. Раз ты священник, уже автоматически ты уже способен принимать исповедь. Ничего подобного. У Григория Сковорды есть такая фраза о ряса. Немногих ты опреподобила. То, что на тебя одета, да, одежда какая-то, да, крест на тебя возложили, еще не делает тебя пастырем. Да, ты имеешь право совершать, например, какие-то таинства. Но исповедь — это очень тонкое искусство, хирургическое. К этому нужно, я думаю, идти очень долго. И правильно в Греции сделали, что занимаются этим только профессионалы, только очень опытные люди. Да. Которые в том числе, как я предполагаю, не чураются и достижениями современной психологии. Потому что мы сейчас о человеке знаем гораздо больше, как это ни странно, чем святые отцы. Отцы, например, четвертого века, пятого. Я не говорю о духовных вещах. Но большинство наших проблем, они имеют вполне психологические корни. Иногда совсем недуховные. Очень все просто. Мы просто до этого уровня духовного даже порой не доходим. И простые вещи нужно решать простыми средствами. Поэтому я и говорю о том, что если когда-то и появится у нас такой орден духовников, он должен все-таки находиться в каком-то единении, делиться достижениями какими-то, проводить совместные учения определенного рода. А ему в помощь орден психологов не нужен? Ну, это было бы хорошо, если бы в храме был психолог. Он свои вопросы с людьми решал. У нас в храме даже психиатр есть. Да? Расскажите. У нас есть прихожанка, психиатр, есть прихожане-психологи. И по некоторым вопросам, например, прихожан я адресую им. Они проводят иногда лекции у нас на какие-то конкретные темы. Устраиваем людей к ним на прием. Потому что бывают вещи совершенно определенного порядка медицинского, клинического, где нужно лечить не просто молитвой, ну, в том числе и молитвой, но иногда и таблетками. Та же самая депрессия, кстати. Она бывает очень разная. Есть клинические случаи, когда у человека просто йода не хватает в организме. Вот так. И у него такое настроение. Конечно, можно по-другому вопрос перернуть. Почему у него йода не хватает? Может быть, из-за того, что он плохо молится, да у него йода не хватает? Но это длинный такой разговор. Бесконечный. Да, давайте тогда еще вопрос из зала. Батюшка, меня зовут Екатерина. Я вот в продолжении вопрос по поводу детской исповеди семилетнего ребенка. Как вот часто или когда есть желание? Вот очень сложно. Потому что ребенок вообще вот в данный момент считает, что у него нет греха. Хотя все рассказывается, безусловно, но вот так вот. С детской исповеди это сплошная кинокомедия. Вот я надеюсь, какой-нибудь священник напишет книгу об этом, потому что у любого священника целый запас таких историй всяческих есть. Но мы, к сожалению, опять же, тут заложники. заложники у родителей, потому что контрольный пакет акций на ребенка не у священника, а у родителей. Родители сказали, что надо на исповедь идти. И все. Вот приводит карапузину, которая там вот носом уткнется в Евангелие или записки какие-то карапули свои читает. Мамочка сзади дергает, ты скажи про Ваську тоже, как ты его бил. Я считаю, что с 7 лет это очень рано, во-первых. Может быть, лет с 10 это хорошо, но опять же, я здесь делаю оговорку, потому что все зависит от семьи. Очень часто магическое отношение к исповеди, оно распространяется и на детскую исповедь. То есть нужно исповедовать и точка, чтобы все было как положено. А ребенок не готов, ребенку не сообщили, например. Вот у нас, я не знаю, как в Москве, у нас такая проблема есть, когда нецерковные родители приводят нецерковного ребенка, им сказали привезти, они ребенку не рассказали совсем ничего о том, что будет происходить, что это за бородать дядька. Они не знают его имени, он смотрится непривычно, в длинной юпочке, у него фартушек на шее, какая-то лохматая книжка заплаканная лежит, закапанные слезами, у нас Евангелие вечно слезами закапаны. Я говорю, вы выплачетесь где-нибудь, что вы Евангелие заливаете, потом суши его на батарее. Да. И стоит, ребенок, конечно же, сразу закрывается в башне, в своей, мальчик в башне. Да. С этим, что я сделаю? Вот у меня одна минута, две с ним разговора. Конечно, можно как-то разговорить ребенка, но это все очень сложно, потому что все из семьи должно происходить. Это, кстати, не главная проблема с детской исповедью. Не главная. У нас детки, которые исповедуются, например, мы советуем поисповедоваться, если исповедуются каждую неделю, мы советуем, может быть, поисповедоваться раз в месяц или раз в полгода. По-разному бывает. Вот я сейчас уехал, мои там звонят товарищи, дети, которые ко мне ходят. Как нам быть? Я говорю, ну, причайтесь без исповедей, потому что будет воскресенье. Вот. Но главная проблема вовсе не в этом, а в том, что дети растут и опыт исповеди он ими в подростковом возрасте начинается рассматриваться как часть их детского опыта. Они отталкиваются, они отвергают этот опыт, весь детский опыт. Он максимально хочет расстаться с тем, что было в детстве, в том числе и с исповедью. И священник для него становится персонажем детства. Вот эта проблема очень серьезная. Поэтому здесь тоже рецептов нет. Я иногда даже бываю рад, честно вам скажу, когда ребенок говорит, я в церковь больше не пойду, на исповедь больше не пойду. И я не советую здесь форсировать, как-то тянуть за руку и так далее. Хотя разные бывают ситуации, надо и за руку потянуть. Потому что вопрос не вкрызися, потому что спать хочется. Тут чуткость родителей должна все-таки всегда быть на страже. Но иногда следует потерять вот этот опыт чужой веры, потому что дети в церкви, они все-таки заемной верой молятся, заемным опытом, опытом своих родителей, они верующие. Им нужно самим встретить Христа. И для этого потребуется уход даже из церкви, если для этого потребуется отказ на некоторое время от таинств, может быть следует даже на это пойти. Не нужно искусственно это провоцировать, но такие вещи тоже следует принять. У нас интересный был случай, девочка ходила на воскресную школу, и мама приходит ко мне, Ленка-то моя, в церковь не ногой, сказала, все, не пойду и все. Что мне делать? Я ее вытру, притяну сюда. Я говорю, да успокойтесь, не трогайте, ходит и ходит, потом выясняется, через знакомых я выясняю, что Ленка коварная, зарывшись в подушке, надув губки, говорит, никуда не пойду, дождется ухода родителей в церковь, а сама подымается и идет в другую церковь, чтобы это не было с родителями, потому что это ее, это ее выбор, это она ходит в церковь, а не потому, что родители сказали. Поэтому, понимаете, все зависит от взаимоотношений в семье и зрелости родителей даже. Вот так. Давайте еще тогда вопросы будем продолжать. Можно в продолжение просто к этому ответу, могут ли родители помочь подростку пережить отличный опыт встречи Христа? А как вас зовут? Маша. Маша. И медведи. У вас есть медведи дома, нет? Заведите. Где медведи, там тепло. У нас ходит семья такая замечательная, мы их называем тоже Машей и медведей. Девочка Маша и два брата-близнеца, но натуральные медведи. Я спрашиваю, Мариночка, ну как вы их различаете? Она говорит, по штанам. Очень похожи друг на друга, да? Ой, невероятные медведи. Помочь? Помочь, конечно же, могут помочь. Главное тут, знаете, не баловаться. Все нужно попроще. Вот городские родители, начитавшиеся всяких толстых книг, они любят играть, знаете, в интеллигентных продвинутых родителей. Но дети-то вас знают. Они же вас, там, папку видят утром в майке чистящего зубы, там, или с похмелья, или мамку заплаканную, там, или вниз того, трущу полы, после того, как с мужем поругалась. Дети нас прекрасно знают всех. И не нужно играть роль продвинутого, подкладывать книжки, еще что-то такое. Оставайтесь всегда самими собой. Мне кажется, это самое главное в взаимоотношениях детей и родителей. И вот когда ты честен перед собой, перед родителями, ты остаешься всегда сам собой. Не играешь роль продвинутой мамы, сурового папы. все как-то само складывается. Поругались, помирились, ничего страшного. Попроще, товарищи, попроще, и все будет хорошо. Тут есть сложный вопрос как раз от наших читателей. Обязан ли христианин верить в вечный ад? Обязан ли? В символе веры у меня что-то сказано об этом? Вот видите? Ну, если в символе веры не сказано... Не обязан. Я не знаю, это проблема к символу веры вопросов. Дело в том, что в православном богословии есть масса тем, которые до сих пор не разработаны. Это темы будущих, может, каких-то дискуссий, откровений даже. То, что касается вечных мук, я могу сказать, что у нас те, кто читал внимательно письма, особенно о Иоанне Лесвичнике, я об этом там писал, что не нужно, как у нас в Гомеле говорят, путать антологию с педагогикой. Да. То есть Иоанн Лесвичник иногда говорит, что молодому монаху полезно считать родителей врагами, что вовсе не значит, что родители враги. Полезно считать женщинами исчадиями ада, что вовсе не значит, что женщина исчадия ада. Различаете? Когда Лесвичник дает какое-то задание духовное, он говорит, что это педагогически полезно, но это не значит, что это так. То есть он не говорит о бантологии, он не говорит о том, что как есть на самом деле. Потому когда Лесвичник говорит, что лучше согрешить перед богом, чем перед своим духовным наставником, и появляются люди, которые берут этот лозунг и говорят, вот смотрите, тоталитарная секта православного монашества. Они невнимательно читают Лесвичник, который говорит, полезно считать так, на определенном этапе. так вот, мне кажется, что вопрос с вечными муками это как раз вопрос полезности. У нас пока нету что ли подробного и глубокого дискурса на эту тему. У нас нету достаточного откровения по этому поводу. У нас есть полезные вещи и полезно считать, что единственное, что точно мы можем сказать, о чем говорит Писание. Каждый ответит за все. Страшный суд называют неумытным. Его нельзя избежать. Это нечто совершенно неизбежное. Каждый ответит по своим делам, он все получит. Говорить о вечности мы не можем, потому что мы не понимаем, что такое вечность. Это то же самое, что я вам... Вы слышали последнюю песню Сэма Смита? Так я вам расскажу сейчас. Не спою, а расскажу, перескажу. Или последний клип One Directions, например. вышел. Очень хороший клип. Слушайте, вы не видели? Да. Или совсем какие-то вещи, когда берутся пересказывать Бетховена. Вот у нас такая же самая проблема. Мне кажется, тема вечности, тема блаженства, это тема может быть грядущих богословских созерцаний и откровений. потому я не сторонник считать, что Антихрист уже вот-вот придет и все загнется. Я думаю, мы найдутся люди, которые через тысячу лет будут писать, что вы защищали диссертацию по какому поводу. Я писал о просветительской деятельности держаны Франсуа Тири и Покровские в ротах. ой, такая тонкая тема. Это было в стране, которой сейчас уже нет. Источники у вас на каком языке? Вот на русском в основном? А кто сейчас на русском говорит? Вы изучаете древние языки? Могу себе предположить, что через тысячу, через две тысячи лет кто-то будет изучать наши с вами опыты. Архаичный портал православия и мир. Будут какие-то патрология интернета, будет дисциплина духовных академий, где будут говорить, что вот существовал наряду с другими порталами сайт православия мир, основатель которого канонизирован, как известно, и ряд авторов тоже. То есть патриарх Савва первый, как известно, начинал там. лучше мы тут остановимся. Хорошо. Давайте еще вопросы. Добрый вечер, отец Савва. Сначала не вопрос, а просто хотел уточить, у нас служит я с ним отец Кирилл Сорокин из Гомеля. Вы его случайно не знаете? Нет? Тогда вопрос такой, тоже про исповедь. Существуют ли проблемы формальной исповеди, когда если рассматривать не те, кто по статистике 70-80% кто-то говорит 90 православных, а те, кто на самом деле ходят регулярно в церковь, исповедуются, причащаются и так далее. Особенно те, кто делают это как можно чаще. Не знаю, может быть это модой не назовешь, но есть сейчас такое веяние, что как можно чаще нужно причащаться, как следствие как можно чаще исповедоваться получается. И когда человек ходит допустим каждую неделю на исповедь, я для себя задумывался о чем же он может говорить. Потому что среднестатистические прихожане все-таки в основном ничего такого страшного не совершают. К вам приходит, что-то рассказал, вы прочитали молитву, накрыли, он отошел. Интересно, что вы вообще об этом думаете? Вы не думаете, а для чего он вообще сейчас сюда пришел? Исповедливо ЦСАВА. Да, у меня бывают не только такие, знаете, приличные мысли, чего он сюда пришел. Иногда мне хочется взять в руки оружие. Я себе приставлю в руках дробовик. пустословие это все. Вот одно из писем, которые я начал писать, а потом решил не отправлять, называлась «Игра в исповедь». Может быть, если будет издание в книгу, может быть, это войдет. Но это грустные очень мысли, потому что исповедь это таинство. Вот мы считаем, что перед причастием нужно исповедоваться, потому что причастие это таинство и нужно максимально к нему подойти благоговейно. Но ведь мы забываем, что и исповедь это таинство, и к нему нужно относиться благоговейно. Это значит, не должно быть никакого пустословия. Никакого пустословия не должно быть. Никаких глупых разговоров о том, что как вы закатывали огурцы, почем вы их купили, сколько раз вы мыли банки, а потом на десятой минуте вы в конце концов скажете, что осудили соседку за то, что она вам не помогла или еще что-то такое. Действительно, исповедь, я считаю, должна быть событием. Именно поэтому мне близок опыт греческой церкви, где на исповедь иногда люди приходят раз в полгода, некоторый раз в год, но это для них событие, это настоящий поход, это серьезная подготовка, когда человек себя тщательно выверяет, а потом мы ведь путаем, опять же, засилие монашеской культуры не только в богослужении, но еще и в духовной жизни. Мы путаем исповедь с откровением помыслов. На исповедь не надо помыслы открывать, исповедь это по поводу поступков, но я сделал здесь оговорку, потому что исповедь все-таки зависит от интенсивности вашей духовной жизни. Здесь, конечно, возможны всякие иллюзии, когда человек всякую суету и глупости принимает в духовную жизнь. Но иногда некоторым людям на определенных этапах необходимо исповедь даже каждый день. Вот одно время у нас в монастыре проходили реабилитацию наркоманы, вот они исповедовали и по несколько раз в день. И это им действительно помогало. В основном люди, которые в церковь входят, это очень приличные люди. Им это не нужно. Поэтому я считаю, что нельзя исповедь превращать в профанацию, нельзя допускать кощунства по отношению к исповеди. А глупости, которые люди говорят на исповеди, пустословия, лишь бы время оттянуть. А мне очень часто говорят, например, некоторые люди, я говорю, зачем вы это все говорите? Вот зачем вы это все говорите? И человек мне искренне признается. Я посмотрю, что у вас передо мной женщина, пять минут исповедовался. Я думаю, чем я хуже ее? Вдруг что-нибудь подумают, я тоже тяну, чтобы побольше времени. Я подошла, поцеловала и ушла. Это профанация. В каком-то смысле даже это кощунство, я считаю. Поэтому рано или поздно я думаю, мы придем к этому опыту. Может быть, а может быть и нет. Но тут, мне кажется, тоже возможно многообразие. Я всегда за многообразие. Может быть, на этом приходе такую тактику люди выберут, священники и прихожане, на другом несколько иначе. Может быть, следует идти этим путем. Не надо все унифицировать. Страна-то большая, люди разные, традиции очень разные. Вот так. Еще? Спасибо. Меня зовут Анна. Во-первых, по поводу последнего этих вечных мук, мне кажется, что никто из того, что я читала, никто лучше Льюиса не написал в расторжении брака насчет вечных мук и их возможностей. А я хотела на самом деле уже давно спросить вот насчет евхаристического канона, который очень мало где читается и так, что его слышат все прихожане. и у нас в храме это так, и когда-то наш отец настоятель сказал, что когда он стал настоятелем, то он помнил, что он не может не читать этого вслух, так, чтобы все слышали, как он может обокрасть людей, которые приходят. Вот что, можно ли это как-то изменить? Потому что это действительно ведь очень важно. Люди даже не понимают, что происходит на самом деле. А там потрясающий такой текст. Да, это правда. Спасибо. Очень рад за ваш приход. Но общины очень разные. Все зависит очень от зрелости общины. Разные регионы. Вот недавно один товарищ на фейсбуке меня пригласил писать для их сайта, где они говорят о таинствах. Я почитал то, что он написал и понял, что наши люди это не смогут читать. Вот может быть для Москвы это будет очень актуально, но для Беларуси, для Гомеля вас просто не поймут. Очень разный опыт церковной жизни, очень разный опыт семейный, опыт традиции. То есть у нас, например, в Гомеле мы не читаем вслух. Хотя у нас есть такая возможность, мы читаем, потому что люди пока к этому не готовы. уже то, что они поют хотя бы, это уже очень много. И опять же, я здесь сторонник такого красивого минимализма. Я своего приятеля спрашивал, который вместе со мной начал ходить в церковь, я говорю, какая молитва у тебя самая любимая? Он говорит, меня сразила раз и навсегда молитва «Господи, помилуй». Он говорит, я когда услышал, думаю, ничего красивее в жизни не слышал. вот «Господи, помилуй, как хорошо сказано». Потому что все остальное блекнет по сравнению с этой молитвой. Вот такой опыт этого человека. Поэтому если ваш приход достаточно зрелый для того, чтобы Льюиса читать, да, и для того, чтобы слушать евхаристическую молитву, молитвы евхаристического канона, безусловно, это настоящая богословская поэзия. Это просто очень красиво. В алтаре мы, конечно, считаем вслух, и все, кто присутствует в алтаре, это слышат, но просто для некоторых людей, для большинства людей, вот наших прихожан, например, я очень это чувствую хорошо, для них это будет много. Поэтому мы пока их не перегружаем. Много очень. Очень разные уровни, разная зрелость. Поэтому я не сторонник унификации какой-то. пришел человек, принял закон, что давайте везде, во всех храмах будем читать или будем читать на русском языке или еще что-то такое. Тут нужно быть очень осторожным и деликатным. Тонкая вещь богослужения. Будьте здоровы! меня зовут Мария, вот у меня такой вопрос, ну как бы продолжение тоже темы исповеди, насколько мы имеем право влиять и вмешиваться в духовную жизнь своих близких. Вот, я немножко поясню подробнее. Дело в том, что моя тетя больна раком четвертой стадии. Она человек верующий, ну как церковный, она уже много лет в храме, но верует она как-то по-своему. Она любит Льюиса, она любит Честер Тома. Да, да, ну так вот совпало как раз этот предыдущий вопрос. И она далеко не каждому священнику будет исповедоваться. Сейчас ее духовник болен, у него тоже онкология. И он не может приехать к ней домой, она лежит дома, она практически не встает. Вот, я сама доктор, и как бы я знаю, что, вернее, я не знаю, сколько осталось, но время уходит каждый день. И я пытаюсь в своей приезде с ней поговорить, что давай пригласим хорошего батюшку, вот он тебя исповедует, он причасти, давай соборемся. на что она говорит, нет, мне это не нужно, подождем, давай подождем, давай подождем, вот мой священник, может быть, он там когда-то приедет, вот тем более мне сейчас нельзя причащаться, у нее рак желудка и очень глубокая язва. вот, она говорит, я могу причаститься только как католики причащаются. Ну, я не знала, что на это ответить, как бы, как вот в таком случае, но вопрос в том, что насколько мы, вот православные христиане, имеем право давать советы своим близким, если мы за них переживаем, мы их любим, но они отторгают, они, допустим, старше нас, это наши родители, или они просто имеют свое мнение, насколько мы имеем право вмешиваться, вот, чтобы им не повредить. Понятно. Спасибо. Хороший вопрос, хороший вопрос. Я считаю, что везде все-таки следует быть деликатным и очень осторожным. Сколько раз в жизни причащалась Мария Египетская? И сколько раз она исповедовалась? Ну, вот она причащалась дважды, исповедовалась один раз. Да. Один раз. Поэтому, может быть, вашей родственнице достаточно этого. Я не знаю. Я не знаю. То есть, посоветовать, конечно, что-то можете очень осторожно, очень деликатно, потому что это тема духовной жизни, очень интимная. Вот. Своего дедушку я уговаривал несколько лет покреститься. Он был только на смертном адре. Единственный раз в жизни он причастился, вот умирая. Поэтому, знаете, есть люди, которые в первый час пришли, есть, которые в третий, да, а есть в одиннадцатый. Поэтому молитесь за свою тетю, да, молитесь за нее, потому что вот я в прошлом году похоронил тоже свою приятельницу. У нее тоже был рак желудка. Да. Уже был финал. Совсем было все грустно. Да, но она достойно достойно приняла этот крест, эту кончину. Поэтому говорить что-то можете, настаивать нет, давить ни в коем случае. Ни в коем случае. Раз человек развитый, грамотный, начитанный, она, я думаю, примет правильное решение. Тем более, что, я так понимаю, она человек воцерковленный и прещалась неоднократно. То есть кто-то может каждый день прещаться, а кто-то один раз в жизни прещатиться, это будет по-настоящему. Поэтому я понимаю, что гораздо комфортнее даже психологически успокоиться, когда человек все сделал как надо, он исповедовался, причастился, уже можно спокойно умирать. Но вот тайна души у Бога. Вот поэтому призываю вас к деликатности и молитве. Очень важно, когда человек страдает, чтобы кто-то за него крепко очень молился, может быть, даже молча, может быть, без лишних слов рядом посидел, просто улыбнулся, за руку подержал. И это уже очень много. Потому что люди с такой болезнью, они быстро устают от всего. И это очень хороших речей и очень хороших молитв. И просто, вот как говорила моя приятница, вот Леночка, которая умерла, она говорила, отец, а у меня вдруг я однажды проснулась и почувствовала, что у меня внутри поселился паук. И он уже никогда меня не отпускает. И у нее постоянно были эти боли. Да. Вот она сражалась с этим, несла свой крест. То есть ее крест, ее пост, ее голгоф, и сейчас она вот в этом сражении состоит. И здесь молитва близких людей, она очень важна. Может быть, как никогда. Просто скромная очень молитва. И деликатность во всем, максимальная деликатность во всем. И простота, конечно же. Потому что иногда человеку достаточно просто подать воды, поправить подушку, подоткнуть одеяло, ничего больше и не нужно. Никаких лишних разговоров, вздохов, печалований. Просто быть достаточно, видеть рядом с собой кого-то живого уже хорошо. Может быть, дать совет еще родственникам, которые переживают за духовное состояние своих близких и не могут ничего... Ну, то есть, понятно, что это не их ответственность, но им как справиться с этим, когда ты вроде бы мог бы что-то сделать, но человек не принимает этого. Товарищи, все в руках Божьих. И молитва, она так много может сделать. Я просто в своей жизни неоднократно замечал, что разговор с Богом о человеке гораздо полезнее разговора с человеком о Боге. Даже так, да. Поэтому вот просто помолиться, воздохнуть. Вот я очень почитаю Блаженную Ксению Петербургскую. И есть такой ритуал, я утром иду в церковь, у нас в 6 утра братский молебен, и я всегда перед братским молебеном подхожу к какой-нибудь Блаженной Ксении и просто перечисляю имена людей, которые мне дороги, или кто-то просил помолиться, и просто говорю, мать Ксении, присмотри вот за Алешей, присмотри за Ваней, присмотри за Зиной. И просто их перечисляю, и вы знаете, я чувствую, что даже вообще не с этим людьми, чувствую, как что-то там прорастает. Я не знаю, как это действует. Я знаю, что я получаю утешение и вижу, что с людьми что-то другое происходит, потому что за ними кое-кто присматривает очень надежно. Поэтому молитва это очень сильно. И все-таки не паникуйте, не нужно создавать суету. Знаете, еще раз говорю, что в религии тоже есть элемент комфорта, когда нам хочется сделать все, чтобы все было как положено. Так никогда не получается, чтобы причастился, покрестился, вычитали, покрапили, и все, теперь уже можно, все, теперь полный пакет, на небе мы встретимся. Как мне пришла одна моя приятельница, да, у нас Гомель, еврейский город, вот она пришла, говорит, ну, покрестите мужа, потому что он-то не крещеный еврей, и я же хочу на небе с ним вместе быть, а Боря ни в какую не хочет. Да, и мы с Борей беседовали неоднократно, Боря сказал, все, крещусь, да, я его крестил, и был такой у него мистический опыт, потому что когда я повернулся, говорите, отрицающийся для сатаны, у нас что-то с электричеством случилось, и тут же начал мигать свет, и у Бори такой был религиозный экстаз, отрицающийся, отрицающийся, да, и я его потом и причащал на смертном Адре, и мы его похоронили, и вот, да, конечно, вот это вот, это очень простая, конечно, такая вера, почти крестьянская, то есть, ну, теперь с Борей, вот я помру, и теперь мы с Борей будем там в одном месте все-таки, ну, это, конечно, здорово, но все в руках Божьих, понимаете, все наши истории, я не думаю, что даже скажу вещь, может быть, для многих резкую, даже то, что человек некрещенный, это предопределяет его к вечным мокам или к тому, что вы расстанетесь и не встретитесь с ним на тесных перекрестках и мостах, на узких перекрестках мироздания, да, все в руках Божьих, вы помните, что нашему Богу можно доверять, вот ему точно можно доверять, понимаете, Бог, который сказал, что я любовь, никакой другой себе не придумал, любовь и все, ну кому еще доверять, как к нему, он там все организует, как в Одессе говорят, мама порешает, да, Господь, он все устроит, но это вовсе не значит, что мы должны бездействовать и так далее, вот я помню, когда начал в церковь ходить, мне очень хотелось, чтобы мои братья ходили в церковь, родители, родственники, и так потихоньку я всех охмурил, да, но охмурял как, вот брат пришел с работы, я кассету поставлю с песнопениями, и так, и между делом так вот играет музыка, что ты там включил, идем в парк, например, у нас там собор, я говорю, давай зайдем, а вот это, вот это, а здесь вот свечки ставят, и так постепенно брат мой оказался тоже священником, да, священник по залету, да, зашел случайно и оказался, то есть, но деликатность во всем, у меня есть приятельница, которая мужа своего церковляет жесткими челябинскими методами, то есть, после водосвящения как-то смотрю, говорю, куда вы, Маша, бетон тащите, воды святой, мужику, потом выясняется, приходится на следующий день, говорит, гонялся за мной по огороду, говорю, что случилось, ну я пришла, говорю, когда ты уже в церковь пойдешь, крокодил, да, он говорит, сама ходи в свою церковь, ну я ему и на голову бетон весь вылила, святой воды, чтобы он осветился, а он за палку и за мной бегали по огороду, соседи говорят, опять Маруська своего воцерковляет, да, то есть, бывают разные, конечно, методы, да, но все-таки муж в церковь ходит ее забирать, понимаете, встречает ее после, ну вымолилась ты там уже, идем уже домой, вот, поэтому все по-разному бывает, на кого-то, может быть, и высотая вода подействует, кто-то, как мой приятель, очень человек такой, критически к церкви настроенный, оказался случайно в Сербии, в монастыре, вдали от дома, вернулся, привез мне майку красивую с монастырем, сказал, Савва, такая святыня, я туда переберусь, там такие старцы, говорю, Саша, откуда у тебя такие слова в твоем лексиконе были, старцы, иконы, молитвы, свечи, я там все ночную стоял, иногда приходится вдали от дома человеку оказаться, чтобы вдруг встретить Христа, и родным оказаться в церкви, да, у меня много друзей, которые вот живут в Европе или в Америке, вот они там, воцерковились, здесь вот, жила рядом с церковью, никогда не ходила, оказалась в Германии активная прихожанка, читает, поет на клиросе, да, оказалась в Венгрии регент хора, то есть, вот так бывает, да, извините, это может быть очень личный вопрос, но я вот все слушаю про друзей-приятелей, и думаю, монах, он вроде как одинокий должен быть, да, вроде как монастырь, это место уединения, место, где человек, вот, уходит от мира и молится там, где-то в тишине, как у вас это получается совмещать, вот, я уже не говорю про радость жизни, это меня поразили с первого, прочтения эссе вашего, первого, который я читал, но вот совмещать друзей и приятелей с монашеской жизнью. Спасибо. Спасибо. Лидия. Лидия. Отличный вопрос. На самом деле, я считаю, что у каждого человека, не только у монаха, должно быть право на ненаходимость. Вот это изобилие коммуникации, оно, к сожалению, нас делает очень-очень доступными. Это плохо. У Иоанна Лесвичника есть такой красивый образ, он вообще мастер был создавать пластичные и удачные образы. Образ человека, который сидит в сундуке. Понимаете? Сидит себе, посиживает. И вот у него так красиво написано, сидишь ты в сундуке и слышишь вокруг топот страстей. Представляете? Мы сразу даже чувствуем себя как-то вот, в сундуке темно, слышно дыхание так активно и топот страстей. То есть, периодически, я считаю, не только монаху, вообще всякому, человеку, который к себе относится осторожно и не хочет стать эмоциональным барахольщиком, что ли, ему следует вот в этот сундук погружаться, даже во время общения с большим количеством людей, чтобы у тебя было это право на ненаходимость. Отключать телефон, убегать из интернета, оставаться один на один с собой. Мне очень нравится в западной религиозности христианской традиция молчания. Вот, например, кто бывал в монастыре Тезе, у них во время богослужения есть несколько минут, когда они просто сидят во время службы и молчат просто. Потому что нужно обязательно делать какие-то паузы, нужно молчать периодически. находить эти паузы, скрываться куда-то, в эти паузы скрываться. Без этого никак нельзя. И если вы слышите периодически призывы к успеху, к тому, что нужно себя тиражировать, как-то везде мелькать, поднимать рейтинги или еще что-то такое, будьте с этим осторожны, потому что действительно можно себя так исчерпать, что потом не знаешь, где ты. Вячеслав Иванова в стихотворении такое есть, кто я, где я, по себе я вожзелел. Вот соскучился по себе, вот где я, я настолько бываю, вот у покойного Евтушенко тоже такая строчка есть, в глазах твоих многолюдно. Вот если вы чувствуете, что в глазах уже многолюдно, надо скрыться. И вот этот момент ни в коем случае нельзя пропустить, потому что, кстати, депрессии бывают в частности из-за этого. Вы опустошили себя, исчерпали, и на дне уже ничего не осталось, один песок. Как же быть? Надо спрятаться, надо опять накопить. И вот эти ритмы нужно чувствовать. Я думаю, даже духовные упражнения определенного рода, они должны способствовать тому, чтобы уметь переключаться, уметь находить в нужный момент возможность убежать, скрыться и наоборот поменять этот ритм, чтобы не засидеться там в сундуке своем. Потому что сундуки – это что? Моль, может быть, плесень, мыши в некоторых сундуках. Поэтому проветриваем. Периодически нужно выходить к людям, снова общаться, подтверждать дружбу, подтверждать общение. Да. Ну, а монах, я, знаете, такой не образец, не пример, что я живу в городе, тягаюсь по Москве, вот, в кафе захожу. Ну, куда это годится? Как-то ходил в кино в Москве здесь у вас. Думаю, схожу в кино, в Гомеле-то не сходишь, там все знают. Да. Давайте. Опять Светлана, опять с очень городским вопросом. Ни для кого не секрет, что среди людей городских очень много одиночества. И не имея близкого человека, люди обзаводятся домашними животными, с ними разговаривают, делятся с ними самым сокровенным. Ну, а наступает момент, когда ваше животное вас покидает, и христианин идет в храм, начинает говорить об этом с батюшкой, ставит свечи за упокой, он хочет похоронить свое животное по какому-то, в общем-то, ритуалу, а многие батюшки к этому относятся очень жестко. Они говорят, брось, это совсем не та сущность, которая тебе близка. Вот, обрати взор на ближнего в храме, на родственников каких-то. А человек говорит, я даже рай не хочу, если там не будет моего любимого зверя. Хотелось узнать вашу точку зрения. Вы сейчас скажете, это все очень городское, но тем не менее. Спасибо. 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 Но ведь и я городской, понимаете? Я очень городской человек. И люблю комфорт. И кошек люблю. И не только кошек. У нас, когда умерла наша принцесса, самая долгоживущая кошка, мы ее хоронили с почестями. Да. И могила ее до сих пор выложена камнем. Знаете, есть такой принцип в религиозной жизни и принцип, который помогает понять самую суть богослужения. Значительное должно быть означено. Значительное должно быть означено. То есть, если ваш опыт любви, привязанности, он очень значительный, он очень глубок, он, конечно, должен быть означен. Для вас это не просто кусок мяса, для вас это не просто бездушные животные и так далее. Потому что вы, если завели себе какую-нибудь зверюгу, вы уже заразили ее чем-то человеческим. Я не знаю, как это по-другому назвать, но мы действительно как-то очень сильно отражаемся в своих зверях, в зверях, которые рядом с нами находятся. Мы их каким-то образом очеловечиваем. Чем-то с ним таким делимся, что они вот-вот-вот и заговорит, кажется. Поэтому, конечно же, я понимаю священников, которые отказываются там отпевать или крестить. Да. У нас на прошлой неделе был смешной случай. Знаете, пришла девушка, говорит, вот кошку нельзя причастить. Хорошая очень кошка. поведение такого примерного. Знаете, воспитанные. Все. Ну, наши панамари научены, они уже знают, это афоризм, говорят, а кошка ваша крещеная? Девушка сразила на повал. А что, можно крестить? Да. Понимаете? Да, конечно же, крещение, исповедь, отпевание, это не для кошек, конечно. Нет. Но наша привязанность, она тоже должна быть как-то означена. Это тоже особые животные. Вот Марина Андреевна Журинская, вы знаете, написала книгу о своем котике, Мишке. Был очень красивый кот. Я его застал, конечно, уже в преклонных годах, но это был невероятный красотый кот. По-моему, даже в книге есть фотографии, если не ошибаюсь. Очень красивый зверь был. Конечно же, глаз отвести нельзя от такого кота. Да. У меня под оконами в монастыре клумба с тюльпанами. И повадилась ходить кошка наша серая сейчас туда. Я за ней наблюдаю. Выйду так и смотрю, что она делает. Вот выйдет, ее любимое место среди тюльпанов сядет, закрывает глазки и так качается даже как-то на ветру. У меня такое чувство, что она хочет прикинуться тюльпаном. Да. То есть мы, конечно же, привносим наши смыслы какие-то в этих зверей, но я считаю, что каждому свое. Есть люди, которые действительно им тяжело общаться, активничать, бегать по больным людям, по прихожанам, или раздавать какие-нибудь майки, или же святую воду, или же состоять в какой-нибудь евангельской группе, как вот на приходах бывает. Они любят тишину и вполне себе чувствуют комфортно в компании кошки. Почему бы нет? Я не вижу в этом никакого криминала, кстати. Каждому свое. У каждого из нас свои ритмы, свои ритмы жизни, свои ритмы общения, восприятия. Кому-то очень мало одного друга, а кому-то даже одного друга тяжело вынести. бывают такие люди, потому что у нас разная одаренность. В этом нет ничего плохого, я считаю. Поэтому мне бывает очень странно слышать, когда священники буквально заставляют например девушку выходить замуж. Вот нету человека к этому склонности. И почему-то на приходе это начинает порицаться. Ну это конечно здорово, когда есть семья, детки и так далее, но не все люди так к этому предрасположены. Не все вы знаете из истории многих интересных личностей, женщин, писателей, поэтов, которые и замуж не выходили. Не потому что такие были агрессивны. Просто вот как-то не получилось. Не их это было. Может быть я не прав, но пока я считаю так. Спасибо. Меня зовут Татьяна. я хотела отмотать немножко назад от кошек и друзей к тому, что вы говорили, что у какого-то человека весь духовный опыт это Господи помилуй. И что нельзя терапить, и что не стоит этому человеку, он не воспримет тайные молитвы. вопрос такой, а что вы думаете о систематической катехизации? Сейчас у нас этот человек, который воспринимает только Господи помилуй, у нас сейчас все происходит очень стихийно. Заманили в храм, свечку поставили, как вы. Видите ли вы еще какие-то пути возраковления? Через что-то еще. Спасибо. Серьезно? Не отвертишься. Дело в том, что я человек нерегулярный, поэтому любая школьность или какие-то знаете схемы и методики мне по определению притят. Но я вижу очень интересный опыт, например, у вас в Москве есть отец Георгий Кочетков, например, или храм Косьмы Дамиана. Есть другие храмы, менее известные, но практикующие какую-то школьность определенную, то есть системность. И у вас, конечно, священников очень много интереснейших здесь в Москве, изобилие большое. Я это только приветствую. единственное, что мне не нравится, когда опыт конкретной общины начинают абсолютизировать. Вот то, что годится для московского храма, может совсем не подойти для белорусского, или для челябинского, или для нижегородского. Люди везде очень разные, очень разные речи даже, очень разное восприятие. Одного человека может даже напугать это, спугнуть. Вот у нас в Гомеле есть общинка отца Георгия Кочеткова, и мы, например, в монастыре разрешали проводить катехизацию свою, но народ наш это не воспринял. Хотя мы всячески приветствуем их, они очень, люди все, как на подбор, начитанные, образованные и так далее, но люди их не восприняли. Почему не восприняли? Потому что вот эти ребята, они непонятны нашим простым людям, они говорят на другом языке, они говорят очень красиво, они цитируют того же Льюиса Чистертуана, они ссылаются на последние достижения, вот у вас выходит тут в Москве замечательные сборники конференции, я периодически покупаю, интереснейшие доклады, исследования, в том числе и по катехизации, но наших людей это только отпугивает. Я поначалу даже как-то расстраивался, думаю, что же такое, почему они их не воспринимают? Ну, не воспринимают. Значит, нужно искать нам свой какой-то путь, но школьность, методичность, она все-таки нужна. Нужна. Мне кажется, опять же, нужно отказаться вот от претензий на абсолютизацию этого опыта конкретного и быть открытым к диалогу всегда. У нас, к сожалению, для нас, для Беларуси это не проблема, но я здесь наблюдаю в Москве подозрительное отношение к отцу Георгию Кочеткову, например, или к другим священникам, очень интересным. А с другой стороны, я общаюсь с ребятами со стороны из лагеря отца Георгия Кочеткова, у них свое предвзятое отношение по отношению к патриархии, к кровавой губня, но они не говорят, но намекают, что там какие-то репрессии. Вот опять же мы возвращаемся к тому, о чем я говорил, что нужно найти правильный стиль речи, разговора о проблемах, а это усилия, в том числе, кстати, культурные, со всех сторон. Не нужно говорить, что вот это христианство продвинутый уровень, а это такие интермедиат, знаете, как в английском языке, это там А1 уровень в языке они достигли. Нет, мы все в одной лодке, мы все в одной церкви, но о проблемах нужно научиться говорить, не навешивая ярлыков, не предопределяя человека к адским мукам, не говоря, что вот это консерваторы, это либералы, эти заведут церковь в тупик и так далее, но это взаимное движение должно быть, взаимное и с той, и с другой стороны, и с третьей в том числе. Об этом нужно говорить просто, открыто, вот я знаю, «Правмир» публиковал, меня Артем все бомбардировал письмами, исповедь кого? Послушницы? Да, бывшей послушницы. Или бывшей послушницы, да. Я так и не прочел этот текст, потому что очень не люблю, когда такие монашеские вопросы, очень специальные и личные, разбирают так сказать, миряне вообще все подряд. Да, но из-за отсутствия нормального диалога, из-за отсутствия нормальной площадки, где это можно было обсуждать, вот появляются такие тексты, уже крик отчаяний. Вот я сейчас читаю воспоминания террориста Бориса Савенкова. Очень интересно с точки зрения человека верующего и богослова даже книга, потому что Савенков говорит о определенной религиозности среди террористов. Например, на Каляеве говорит очень интересные вещи. Это были верующие люди. И вот речь Каляева на суде мне поразила тем, что он говорил, что мы ринулись в террор, мы предприняли террор, именно потому, что нету других средств хоть как-то повлиять на действительность. Мы против террора, мы против убийства. Он же ведь даже отказался бросать бомбу, когда увидел, что в карете с великим князем дети и княгиня. У них это было запрещено. Не должны дети страдать, не должны страдать женщины, только преступники. Должен он понести наказание за ходынку. Я ни в коем случае не оправдываю, я просто как иллюстрацию некоторую. Он просто говорит, что поскольку других средств мирного решения этих проблем вопля народного не нашлось, мы пошли на такие меры. и у нас постоянно будут появляться тексты как это исповедь или там я сейчас иногда мне бросают ссылки на какие-то публикации в живых журналах, в фейсбуке и так далее. Людей, которые оставили сан или оставили монашество. Это крик боли на самом деле. Это ужасно, но они должны это говорить не светской аудитории. Они должны это говорить не после того, как сняли монашеская одежда себя. А когда эта боль появилась, в прошлый раз, когда тут была презентация, я говорю, что у вас есть в России замечательная находка такая, как дискуссионный клуб, как он называется, Валдайский, Валдай, по-моему, да? Замечательная политическая площадка дискуссионная, которая постоянно каким-то образом действует, причем на научной основе, там научный центр, по-моему, какой-то существует. Вот нам нужен церковный Валдай, постоянная дискуссионная площадка, на которой бы мы, во-первых, научились об этом говорить, научились говорить, не пускаясь в какие-то оценочные суждения. тоже. Мы же ведь сразу, вот я помню, что-то опубликовал на Провмире, потом мне бросают ссылку, я оказывается на сайте антимодернизм. Да, я уже великий, значит, католик, потом жидокатолик я оказывается, понимаете? Ну, из Гомеля, значит, жид, а поскольку к католикам хорошо отношусь, значит, жидокатолик. Я такого никогда в это не думаю, как это вот сошлось? Замечательно. Вот, то есть это очень грустно, когда сразу навешивают на ярлык, когда человека не выслушали, не прочитали, не обсудили, не задали ему вопрос. Ведь, может быть, я сейчас высказался, но это, может быть, первая глава. Вы дочитаете до конца, дослушайте до конца мою речь, но и нам этот Валдай очень нужен, наш церковный Валдай, по очень многим вопросам, в том числе есть, я знаю, тут комиссии межсоборного присутствия, но они какие-то закрытые. Это очень плохо. Все должно быть открыто. Вот я читал, помню, книгу Дворки на Афонские рассказы, кажется, так называлось, и там был сюжет о митрополите греческом, который каждый вечер вел ночную передачу в прямом эфире на радио в своем городе. Слушайте, ну это же просто, я не могу себе представить, чтобы у нас какой-нибудь митрополит или епископ вел вот в прямом эфире. Я вел в прямом эфире передачи, у нас пока не запретили, у нас, к сожалению, в Гомеле тоже разные бывают истории. И мне очень нравилось, когда звонят прямо в эфир, неожиданные вопросы, неожиданные люди, и ты с ними общаешься. Вот это совсем другой уровень жизни церковной, когда вот этот человек открыт, вот этот митрополит, не нужно стелить орлец, чтобы он стал. Почему-то епископы не могут иначе передвигаться, как вот только по этим орлецам. Совсем как люди с параной, которые на трещины в плитах не наступают. Надо было в психологическом тесте передвигаться, либо по орлецам писать. или вот эти все мантии, бесконечные шапейки, абажуры на светильнике веры. Это так тяжело. Я вот сочувствую епископам, но я не понимаю, почему они не откажутся от этого безобразия всего византийского. Поэтому мы должны искать этот церковный валдай, друзья мои. Голосуйте за патриарха Савву. Здравствуйте, меня зовут Надя. У меня такой вопрос. Я читала у вас, что раньше в традиции, когда воспитывались люди, для них отношение к смерти было совсем другое. А сейчас смерть для людей это скорее такой невроз, особенно для городских, мне кажется. У меня как раз вопрос, как детей к этому подготовить, скажем так, в нашей, опять же, городской среде. Потому что я недавно дочке читала про распятие, она так посмотрела, мне говорит, мам, со мной такого никогда не случится. Я говорю, чего, я не умру? Я говорю, почему? Ну да, потому что мне очень нравится эта жизнь. Она там лепит из пластилина кладбище, ну все нормально, но у меня вот именно вопрос, чтобы не было каких-то перекосов и каких-то именно невротических таких проявлений в отношении к смерти. как это, вот тем более, я помню, раньше там в деревне фотографировали, да, похороны, то есть там это все было в альбомах, сейчас наоборот, это как бы табуированная очень тема. Спасибо. Очень хороший вопрос. В общем-то, дети, они же не видят похороны сейчас в городе. Ну надо, чтобы видели. Есть очень хорошая книга Веры Пановой, Сережа. был фильм Георгия Данелли, но в фильм не вошли очень интересные отрывки, где описываются похороны, как ребенок видит бабушку, прабабушку умершую, как у Брэдбери, кстати, тоже в моем любимом Вине из-за дуванчиков, есть интересная страница, когда прабабушка умирает и прощается с мальчиком и говорит замечательные очень слова. Да, но дети, понимаете, это существа ритуальные. Вот они здоровы, поэтому они ритуальны, поэтому обряды для них понятны, близки, они их не отвергают. Мы пробираемся к детям не через интеллект, даже иногда не через речь. Нужно ходить, например, на кладбище с ними и говорить, что вот это могила твоей бабушки, а вот здесь похоронен твой дедушка. Может быть, очень важно, чтобы здесь было какое-то действие. В нашей семье, например, принято на Радоницу, так прабабушка приучила, мы приходим, такая гомельская традиция, и яички пасхальным делаем на могилке, на песочке, на холмике крестик. Выкатываем его так. Христосуемся и целуем крест. Это вот такой обычай. Еще у нас белорусский такой обычай, мы повязываем на крест рушники, то есть такие полотенца белые. Привлекают деток прибирать эту могилку, высаживать цветочки. То есть, ведь могила наша устроена православно, как усадьба. Даже скамеечка, цветочек, вот как цветочки высажены, как бабушка сидит где-то на заваленке. то есть это все очень мирно воспринимается, очень мирно устроено, очень красиво. Поэтому к детям нужно пробиваться через ритуал и через обряд. Они должны погружаться в этот ритм. Вот как они легко усваивают что-то через музыку и через танец, точно так же они какие-то глубокие метафизические истины усваивают через ритм обряда. Поставить свечечку, помолиться, потрогать крестик, попрощаться с бабушкой и так далее. Самое главное, чтобы они старости не боялись. Они видели, что бабушки красивые, что бабушки... Мои прабабушки, я помню, события всей семьи было, я прожила сто лет, когда у прабабушки выпал последний зуб. Все так радовались, вот у прабабушки наконец-то выпал последний зуб. Она все ходила и дразнилась, такого вытаскивала и мы все смеялись. Она очень любила кукурузу, я унаследовал от нее это свойство. И у нас называется это киюшка по-белорусски, да? И она вот ее толкла особым образом, чтобы ее хоть как-то своими беззубыми деснами пожевать. Очень любила страшно. Да, то есть не боялись беззубости, морщеницости или там лысины дедушки нашего. То есть это было все совершенно нормально, естественно. Вот когда ребенок в этот ритм спокойно в отношение взрослых попадает, когда на него не транслируются тенью не падает, истерика или невроз мамы по этому поводу, он нормально в этом себя чувствует в мире. Но опять же нужна определенная деликатность. Вот у моей приятельницы, когда умер внезапно муж и старшему мальчику было 7 лет, все случилось внезапно, его привезли из детского лагеря домой, и он увидел эти начищенные туфли, которые из гроба высовываются, мальчик до сих пор заикается. До сих пор заикается. То есть в семье, видимо, это была табуированная тема, это очень интеллигентные люди, она переводчик, и мама тоже в университете работает, папа тоже в университете работал, то есть у них эту тему всегда обходили стороной. О болезни никогда не говорили, о раке никогда не говорили, о похоронах тоже никогда не говорили, постоянно сами родители избегали этого. Но ребенок рано или поздно с этим столкнется. Это естественно. Все очень просто, об этом нужно говорить. Тут очень просто, поэтому все от родителей идет. И последний вопрос. О, смотрите-ка. Желающие задать последний вопрос и мам. Меня зовут Ольга. Христос воскресе, отец у меня вопрос не для финала. Что вы думаете о свидетелях Еголы, о событиях последних с ними связанных? То, что они теперь вне закона. Спасибо. Запретили эту организацию. Это у вас в России, да? Это ваше российское дело. Я не знаю, что там запретили, как, потому что у нас другие законы, у нас с этим несколько все иначе, но я, конечно, сторонник, я больше сторонник дискуссии, чем запретов. Но, опять же, бывают такие ситуации, я просто не очень хорошо владею темой, поэтому не могу здесь быть компетентным экспертом. Бывают такие, видимые ситуации, когда действительно нужно идти путем запретов, но, опять же, это решать людям, которые находятся на другом уровне осведомленности. Но, опять же, я сторонник дискуссии. Но, опять же, еще раз оговорюсь, может быть, это говорит во мне моя некомпетентность. Не все я знаю о свидетелях и губах, и тем более не могу смотреть на эту проблему с точки зрения государства. То есть, большие цифры для меня сокрыты. Вот, знаете, как в теории относительности никак не могут совместить с квантовой механикой. Потому что неприменимая в этих сферах, например, взаимно, та и другая теория. Квантовая механика годится только для микромира, а теория относительности только для больших величин. И то, как признается Стивен Хокинг, вычисляют все равно движение светил по Ньютону, потому что Эйнштейн неудобен. Да, понимаете, вот с точки зрения прагматики исходит здесь. То же самое и в политической жизни. Мы со своей «Да шо ж там так это вы?» Домой придете и глинтвейн, да, и коричных дудок туда напихаете, горячие, или киянти, с медом. Благословляется. Отец Сав, давайте тогда вопрос для финала. У меня есть отношение читателя. Хорошо. Здравствуйте, Отец Сав, вы скажите, пожалуйста, в чем для вас заключается согласие с самим собой сегодня в этой жизни? Я не знаю, потому что это чувство мне незнакомо. Да, это вопрос, наверное, не для финала, потому что я не нахожусь в согласии с самим собой на самом деле. Сам с собой спорю часто. Я не знаю, что это такое. Не знаю, что имеется в виду. Согласие с самим собой, наверное, это будет в тот момент, когда мы достигнем своего финала, когда глаза закроют, и тогда последний глава будет дописана, и сюжет книги мы узнаем. Знаете, это как с детективными историями. Только в самом конце все вдруг складывается. Только в самом конце ты понимаешь, а вот почему графиня полезла под диван в первой голове. Ах, вот зачем нужен был этот жук в баночке, который хранил ботаник у себя в лаборатории. Только в конце все складывается. Только в конце ты начинаешь какие-то вещи понимать. Поэтому я совсем не переживаю по поводу того, что я с собой, видимо, не владу и не в согласии. Ну что ж, я жив, значит, не согласен, значит, удивляюсь, значит, открыт чему-то новому. И каждый день он несет свои сюрпризы. Завтра пойду на экскурсию. Записался. Ой, тут у вас такие экскурсии тайные, водят экскурсии. Значит, поскольку я сейчас читаю там только по записи. И нужно кровь сдавать. Это я уже придумал. Есть экскурсии там по народовольцам. Поскольку я Савенкова читаю, думаю, схожу-ка и посмотрю, где тут бомбы бросали. И это очень здорово, что у вас такая насыщенная культурная жизнь в Москве. Поэтому когда москвичи мне говорят, что вот этот город, тут так как говорил Жванецкий, если лучше, чем был, молчи, чтобы не заглазить. Поэтому благодарите Бога, что вы живете в Москве, что у вас замечательные священники, что у вас замечательные есть музеи, театры, интересная жизнь насыщенная и интересные люди, всякие иностранцы к вам приезжают. Да, и прав в мир вот рукой подать. Вы же тут где-то офис у вас тут рядом? На Гоголевском. На Гоголевском. Ну, я много ем, поэтому да, как интересно. Если только прислушать, что вы повесите на стене потом Горельеф, где написано, что в этом доме пил чай. Ну, Жанна я тоже попрошу, чтобы здесь повесил. С моим goodly nose такой, знаете. А давайте тогда хорошо раз, последний вопрос. В одном из писем говорили, что вы подходите к зеркалу и говорите, Сава, ты добрый, хороший. Что людям говорить себе с утра в течение дня, чтобы в таком настроении оставаться? Может быть, у вас есть еще какие-то слова, которые вы самому себе говорите? слова каждый должен найти сам себе свои. Да. Я думаю, всегда нужно исходить из благодарности за то, что ты жив. Всегда. Просто напоминать себе, что я жив. Вот периодически к зеркалу подошли, хотя бы это скажите. Ну вот, жив или жива. И поцелуйте себя в губки. Христос воскресе! Христос воскресе!